Итак, видеопоток запущен, и вот нам написали, а что мы строим боя, прослушал бы темы интересные. Мы пытаемся построить легендарный Бетарск. Так, Смоук, что ты хотел добавить? Смоук, видимо, убежал. Ой, тут я тут. А? Что я хотел сказать-то, то что строить Бетарск надо силами, скажем так, ну, начинать, точнее, строить Бетарск надо силами бодрых анончиков. Потому что, вот смотри, если мы соберем вообще весь Бетардовый контингент, то, как я уже говорил, 95% Бетардов тупые, ленивые и безинициативные. И на начальном этапе они станут для нас лишь обузой, скажем так, их же надо кормить, это самое, обхаживать, ну, и так далее. Я считаю, что большую часть населения у нас изначально нужно закладывать как трутней. То есть, сделать так, чтобы человек нам, во-первых, с одной стороны, не навредил по экономическим интересам. То есть, кормить его надо, ну и чё? Ну, свари ты ему картошки-то, блядь, и хуй с ним. Привези ты мешок макарон, и пускай этот мешок макарон три месяца жрёт. Это недорого на самом деле. Нет, так-то оно так. С этим-то я согласен, просто видишь, как бы, блядь. Более, скажем так, печальных бетардов надо принимать уже куда-то, то есть, не в чистое поле, а чтобы его принять под крышу, ну, чтобы ему банально было где жить. А то вот приедет, например, совсем грустный бетард в поле, чё он там будет делать, если он нихуя не может, кроме как там, быдлокодить, например. Поэтому нужно запилить какую-то базовую инфраструктуру. Поэтому, например, в той же моей схеме, которую мы вот пилим, скажем так, всеми силами, есть такой пунктик, что начало, время выроста. И вот нам, собственно, нужны там палатка на 40 человек, армейская полевая кухня, грузовик КАМАЗ трёхосный, трактор, мотоблок. Вот как-то так. Я тебе открою один небольшой секрет, то, что один КАМАЗ у тебя сожрёт нахуй все ресурсы на начальном этапе. Все ресурсы это сколько? Во-первых, солярка сейчас дорогая, КАМАЗ её жрёт прямо как лошадь. Во-вторых, запчасти для КАМАЗа тоже дорогие. Не, а у тебя есть какие-то альтернативы? Трактор плюс телега. Ну, трактор тоже... Дёшево и сердито. Ты знаешь, трактор тоже ГСМ жрёт. На тракторе ты в соседний город не сгоняешь. На тракторе ты не привезёшь стройматериал. Ты не привезёшь сколько-то тонн цемента. Как раз-таки наоборот. Всё это прекрасно грузится в телегу и везётся. А на КАМАЗе, на этом вашем трёхосном, вы нахуй завязните в этих болотах и пиздец, и всё. Ну, окей. Я... Я... Это, скажем, то, что вот сейчас есть, это вот... Такой, как бы, сборник идей от всех людей. Вот нам пишут УАЗ-452. Да не, нахуй, УАЗик тоже говно. Нет, суть-то не в этом. Я чё хотел сказать-то, собственно говоря, зачем я и пришёл. То, что, скажем так, начинать строить Битаркс должны только идейные люди. Вот так. Само собой. Действительно есть идея построить Битаркс, скажем так, чтобы они были не... Ой, как-то сказать, чтобы они были созидатели, а не эксплуататоры. Как-то так. Ну, вот что мешает ковать кадры самим? Например, приехал такой эксплуататор. Мамка его выгнала из дома, сказала, пошёл работать, сука, мне надоело тебя кормить. И вот он нихуя не умеет. Вот он такой эксплуататор, говорит, пацаны, а можно мне к вам? Мы говорим, ну ладно, давай. Он говорит, ладно, я вот работал два года геишлюхой, я накопил, наконец-то, на билет, чтобы до вас добраться. Вот, и мы такой, да-да, давай сюда. Вот, и приезжает, он говорит, и... И, собственно, ничего не делает. Он говорит, унылое такое говно, которое уже ни на что не способно. Вот, что нам с ним делать? Я считаю, что ему можно всегда найти работу. Это у нас сейчас в городе кризис избытка кадров. У нас же, в нашем Бетарске, такого не будет. У нас всегда будет небольшой кадровый голод. Поэтому, даже если он у нас будет унылым говном, мы ему все равно сможем найти работу. Понимаешь? Например, чистить говно. В том числе. Говно и поначалу тоже придется чистить руками, а не роботами. Не, ну да, вот там пишут, что идейные люди уже совок построили. Ну, нахуй. А Нончик, как раз-таки совок построили безидейные люди, скажу я тебе. Вот насчет идей. И сейчас есть одна страна, которая вот до сих пор на идеях живет. Это какая? Северная Корея, что ли? Ха-ха-ха, она самая. Не-не-не, упаси боже, блядь, в Северной Корее очутиться. Зато такие идейные-приидейные люди. Ну, мне кажется, там уже население это все понимает, просто не знает, что делать. А может и нет, хуй знает, я там никогда не был. В общем, еще раз, если к нам приехал ленивый человек, я считаю, ну, вначале, да, возможно, таких и не стоит приглашать. Вначале, возможно, там требуется собеседование какие-то, смотрины, выборы и так далее. Но вот впоследствии, когда уже встанем на ноги, то в такой битарске, я считаю, можно приглашать практически кого угодно. И это не должно стать проблемой. То, что основная-то идея битарска, это принять всех битардов. Да, ну и даже как-то вот ты вот сказал, цыгане понаедут. Я считаю, что пускай понаедут. Вот отговори меня приглашать цыган. Ну, ты с цыганами хоть когда-нибудь в жизни дело имел? Ну, скажем так, особенно не имел, ну, просто неприятно. Ну вот, а я имел дело с цыганами в моем селе, их раньше жило пиздец как много. Я могу тебе сказать, что ну их нахуй, этих цыган, потому что, во-первых, они нечестные, они лживые, они воры, просто пиздец, прирожденные воры. И вот только что, вот только что, ты описал типичный контингент Сача. Понимаешь, почему я за цыган? Понимаешь? Ну, типичный контингент Сача, это, кстати, блядь, школьники и социобляди, если ты забыл. Ну и вот то, что ты описал. Неприятные, заносчивые, прирожденные воры. Хотя они к цыганам не имеют никакого отношения. Ну, что я могу сказать. А где они остались вообще, настоящие-то, бетарды, что прям вот, трушные-то, на свет еще могут это самое, скажем так, понаехать к нам тоскующие школьники? У которых там депрессия, там биполярочка и так далее. Вот нам написали, цыгане все спиздят и набегут. Ой, и наебут. То же самое я могу сказать про сосачеров. Сосачеры все спиздят и наебут. И вот в этом плане я хочу сказать, что грош цена всему этому бетарску, всем вложенным миллионам рублей, если всю эту систему легко вот так можно будет наебнуть. Грош цена всей затеи. Систему нужно строить таким образом, чтобы, ну, набежали, ну, цыгане, ну и чё? Система должна выстоять все это. Она не должна разваливаться от дуновения ветерка. В этом плане цыгане ничем не хуже вот обычных сосачеров. Понимаешь, могут начаться там всякие межкультурные конфликты и так далее. Я подчеркиваю, не межнациональные, а межкультурные. Ну, это может быть. Вот здесь как раз придется изобретать собственные суды и собственную полицию. Собственно, нечто подобное у нас уже в майндмапе есть, а именно вот раздел выселки. Вот. И также у нас тут есть юриспруденция внутренняя. Вот. Здесь у нас как бы, например, судебное производство. Тут у нас есть коллегиальные суды Линча. Вот. Ну и все остальное. Вот. Как бы мы об этом немножко так на полшишечки подумали на самом деле. А вот теперь представь себе, как все это будет выглядеть. Вот. Для того, чтобы это представить, мы здесь как раз собрались. И как раз хотелось бы написать, ну, хотя бы какие-то варианты исходов всего этого. Ну, например, вот давайте я прямо сейчас начну это фигачить. Стадии развития. Запишем вариант такой. Пиздец. Напишем пиздец один. Значит, диверсант сжигает хакспейс. Диверсант отравляет сква жену поля засеиваются солью ради лулзов. Ну, что еще может быть? Кто-то пиздит горючее и все им обливает. Все горит и бегают вокруг горящие люди. Ну, вот, допустим, вот вполне себе нормальная такая стадия развития. Почему бы и нет? Вот. Я бы хотел увидеть другие возможные варианты событий. Пускай негативные, пускай это будет пиздец два, пиздец три. Что вообще может случиться? Ну, скажем так, банально может пойти разделение общества на классы и так далее. Начнется там какая-нибудь классовая борьба. Там более тупые битарды будут говорить. Вот, вот, посмотрите на них. Они-то заебись живут за наш счет. Ну, и прочий вот этот вот весь коммунизм. Не, ну, вот мы тут изначально предлагали сегрегацию. Вот, правда, потом ее заставили переделать на скрытый социальный рейтинг. Вот он как раз предложил изначально. Разделение обитателей по группам интересам. Разделение по характерам противодействия конфликтам. И специальные состязания со скрытыми медалями и скрытым рейтингом. Понимаешь, как бы, вся вот это... Что такое сегрегация? Это принудительное разделение. То есть, ты хороший, ты что-то не очень, а ты вообще гондон. Ну вот, а в дан... А ты предложил то, что они вот сами по себе начнут формировать фракции. Вот, а я считаю, что в свободном обществе Бетарцка... Я подчеркиваю, что мое мнение таково, что Бетарц должен формироваться на принципах свободы... Ну, на принципах свободы и демократии, вот. Нульчан, еще раз. Вот полная демократия ведет к нульчану. Не-не-не, демократия, она бывает разная. Понимаешь? Ну вот, в нульчане у нас была полная демократия. Мы все знаем, чем это кончилось. Нульчан, это вообще не показатель. Ты сравнил какой-то сайт с мудаком-админом и целый город Бетардов. Ты понимаешь, что я точно такой же мудак-админ? Особенно в глазах очень многих людей. Кто-то меня, конечно, уважает, кто-то на меня молится, считает меня своим героем, но для кого-то я последний мудак. Вот, поэтому четыре года посидел и нахуй на выборы. Не выбрали, все, пошел нахуй. Выбрали, молодец. Так, если в Бетардск можно запустить цыган, алкашей, быдл, сосачеров и вообще всех, то в чем тогда вообще его суть? Бетардск для Бетардов же. И вот тут есть проблема. А Бетард разве не может быть алкашом? А? Не, ну алкаш у нас подразумевается, это такой, скажем так, маргинализированный антисоциальный элемент, то есть пьяное быдло, грубо говоря. А, Бетард, чем тебе не маргинализированный социальный элемент? Ну, понимаешь, Бетард, он как бы свой, у него круг интересов-то какой-то, фаб, маниме, там, блять, что еще, протаселовщина, ну и так далее. Ты как-то очень так узко описал все возможные интересы. Нет, ну я некоторые из них описал. Хорошо, вот скажи, а меня можно к Бетардам отнести? Можно, а что нет-то? Ну вот смотри, в силу возраста и в силу тех таблеток, что я пью, фаб мне не особенно уже и нужен. На аниме я как-то никогда особенно вот не заглядывался. Протаселова не читал. Не, ну ты же все равно, ты же сидишь на имиджбордах-то, я так подозреваю. Почитываю, подчитываю. Почитываешь, вот. Если ты сидишь в Б, значит ты битард. Вот, но Б на самом деле я давно не посещаю. Я стараюсь читать тематику. Может быть меня уже можно сразу от Бетардска отлучать? Не, ну как, если ты собрался основать Бетардск, скажем так, то, я тебе говорю, то я посидел 4 года, если тебя избрали еще на срок, то ты вообще капитальный красавчик. Они избрали, ну извини, дружок. Как-то так, не получилось, не срослось. Проблема в том, что все кредиты, вот, они, все документы оформлены на меня, допустим. И, не, ну я конечно могу еще на 4 года дать порулить кому-то еще. Ну, во-первых, зачем мне это? Во-вторых, какая сука возьмет за меня всю ответственность? Вот. Я боюсь, что начнутся лулзы в массовом производстве. Собственно, то, для чего Бетардск и нужен. И, а я, как ответственное лицо, за все эти лулзы буду отвечать. Тогда, это самое, и сдадим такой закон, то, что новый президент переписывает на себя все кредиты и обязательства. Ху-ху-ху, я только за! Вот, понимаешь, и тем самым ты отсеешь сразу же всех безответственных долбоебов. Сегодня, кстати, узнал замечательную схему, как заработать 100 миллионов рублей при помощи листа А4 и ручки. Ха-ху-ху-ху-ху-ху-ху. И как же? Значит, берется кредит на те самые 100 лямов. Значит, естественно, чтобы тебе дали кредит 100 лямов, тебе нужны поручители. Причем, не один поручитель, а побольше. В поручителях вписывается ООО Рогай Копыта 1, ООО Рогай Копыта 2, ООО Рогай Копыта 3. Чтобы тебе дали 100 лямов, надо, чтобы уставной фонд уставного капитала этих ООО был не 10 тысяч рублей, как обычно, но так побольше. Чтобы было оно побольше, собственно, сами вот эти ООО и так являются закредитованными, перекредитованными. Чтобы им, в свою очередь, давали кредиты, им нужно иметь какую-то собственность, например, землю. Им нужно сделать залитый фундамент каких-то зданий. Это вообще смешнявка. В общем, как бы начать строиться. Он говорит, опс, вот у нас тут 50 миллионов, ну как, на каком-то предприятии 10 миллионов, на каком-то предприятии 20, 30, 40, 50 миллионов висит кредитов. И вот в сумме все они являются поручителями вот этого 100 миллионного кредита. Естественно, тот, кто берет кредит в 100 лямов, как бы и не собирается все это отдавать. По закону поручитель несет полную ответственность за того, за кого он поручился. Напоминаю, конторы у нас и так закредитованные по самые яйца. За ними нихуя нет. Что начинается? Начинается процедура банкротства, поскольку поручители тоже не могут выполнить своих обязательств. Идея ясна? Что-то не очень. Ну ты скажи, в чем суть? Что-то я нихуя не понял. Очень мутная схема. Суть в том, что с помощью листа А4 и шариковой ручки можно сделать 100 лямов. И это материалы реального уголовного дела. А, видишь, тут сгуха тебе грозит. Как бы тебе сгуха не грозит. Не мне, не мне. Вот тем, на кого оформляется вот эти ООО, там могут быть разные нюансы. А уголовное дело там было вообще из-за того, что вот эти вот товарищи, на которых вот все эти ООО висели, они продали кому-то трактор. Ну как бы продали. А потом написали заявление о хищении трактора. И вот, собственно, уголовка там была именно за хищение сраного, неработающего трактора. Ну так эта схема-то, она старая, как мир. Знаешь, как люди со спецтехникой мутят? Я тебе скажу. Вот есть у кого-нибудь там кран, допустим, подъемный на базе там КамАЗа этого же. Вот этот кран страхуется, потом через полгодика угоняется куда-нибудь далеко в лес отстаиваться. Вот, подается заявление на угон. Проходит время и люди получают страховочку. А потом нахуй этот кран куда-нибудь продают в пизду, в соседнюю область или еще подальше. И вот в этом суть. Покупают уже экскаватор. Переоформляют контору. То есть теперь у совершенно другой конторы есть экскаватор. Экскаватор со временем точно так же куда-нибудь нахуй пропадает. Люди получают страховочку и этим и живут. Не, ну вот, по-моему, есть другая схема. Есть трактор или экскаватор совершенно левый, вернее, совершенно неработающий, вросший в землю. И какой-то, да, там уже все спиздили, там всю электронику разворовали, двигатель сдали на цвет мед. Ну, ты понял. И стоит эта техника где-нибудь в подворьях. И пока какой-нибудь начинающий фермер уровня меня не решает начать заниматься сельским хозяйством. Поскольку денег на нормальную технику нет, вот, он покупает эту технику по цене металлолома в надежде поставить туда Ардуину, ну и как-то это завести. Вот, и тут же, значит, покупается это причем по цене металлолома, причем официально, там с накладными, с договорами разгрузки и так далее, все в белую. Вот, после чего вешается статья хищения, вот, то, что все, как бы, работы были сделаны по договору, никого не смущает. То, что деньги передавались при свидетелях, тоже не смущает. Мне понравилась формулировка. Значит, вот этого человека мы видели, он 40 тысяч отдал за то, чтобы мы открыли ему ворота. Не за трактор, а вот за то, что открыли ворота. Непонятно, как после того, как ему открыли ворота сами представители ИСЦА, как после этого может дело квалифицироваться как хищение, то есть тайное хищение имущества. Это уже открытое хищение, то есть грабеж. Да, это уже, видимо, грабеж, но вот есть товарищи, которых реально посадили именно за хищение. В общем, кстати, небольшая ремарочка. Завтра у меня состоится эфир. Цикл передачи самых отвратительных социальных явлениях. Вот, и часть первая – это бизнес по-русски. Я не случайно выбрал для первой части именно эту тему, так что не проявите. Обо всем этом я вам завтра расскажу более подробно. Ну, это было бы интересно. Ну, это просто так вот к вопросу о наебалове. Вот видишь, и битардов тоже могут начать наебывать со всем этим. Вот отправил ты кого-нибудь в город за фрезерным станком ЧПУ, а его там наебали, и приехал он в итоге ни с чем, еще и весь в долгах, и выебанный в очко. Ну да, поэтому по возможности нужно вот самим ебать. Вот, пишут, а ты в курсе о Лапкина Игнате, который запилил себе Бетардск, только православный? Нет, не в курсе. Из примеров, готовых примеров, можно только Стерлигова посмотреть, чего он добился. Ну и различные эко-поселенцы. Да, Стерлигов – это же пройдоха, что вы на него вообще тут внимание обращаете? Зато успешный. Ну, он пройдоха, барыга, блядь, проходимец. Ну и что, зато, зато мечту свою сделал, а мы только мечтаем о ней. Так, давай почитаем, что, собственно, нам тут еще написали. Много чего написали. Да, секунду, пока я даже не начал читать. Вот, что делать с лесопилкой? Как ты считаешь, выгодная идея, невыгодная? Чему же невыгодная, это выгодно, если ты возьмешь делянку под вырубку, все это перепелишь на доске, то вполне себе выгодная. Тут есть несколько проблем. Например, делянку под вырубку тебе дадут, если больше 15% древесного массива является гнильем. И только в этом случае тебе, например, разрешат рубить лес. Я не знаю. Что? Это, я тебе скажу, полная хуйня. То, что там, вот, 15% древесного массива и так далее. У меня есть один знакомый дядька. Он мне не родственник, просто так, через три пизды знакомый, вот. Он, знаете кто он, зампредседателя, ну, района в Кировской области. Не знаю, сейчас работает или нет. Так вот, он мне рассказывал охуительную историю. То, что однажды к ним из Москвы приехал какой-то мужичок, вот, взял в аренду лес. Что-то как-то там все это дело провернул. Мы ему все подписали, так как никаких подвохов не нашли. И в итоге, блядь, он сейчас раз в год в этот район в райцентр приезжает, складывает бабки в чемоданчик и уезжает. А лес как стоял, так и стоит. Я, конечно, всей сути схемы-то не знаю. Я, как бы, блядь, ну, не для этого вам рассказываю, а то, что в России, возможно, все, и эти 15% они вообще никого не ебут. Судя по описанию, он там устроил склад ядерных отходов. Не знаю, что он там устроил. Но факт в том, что бабки он за это, как бы, получает. Ну, надо узнать подробности. Может быть, и нахуй этот весь Бетарск. Я тоже хочу приезжать в лес, забирать чемоданчик с деньгами и все хорошо. И самое-то, что интересно, то, что все законно. Ну, вот и я тоже хочу. Вот нам пишут, что Стерлига денег жопой жуй, он может позволить такое развлечение, а ты нет. Ну, вот можно попробовать нарягать десяток ООО «Рога и копыт» и поиграться с кредитами, поручителями, ну и так далее. Эта хуйня, она уже не работает. Тебя быстренько завернут. Только ты придешь с этими, со своими ООО просить кредитов. Быстренько тебя завернут, пробьют. Кто ты такой, что ты себя представляешь? Сейчас же это не то, что раньше. Не, а в чем проблема? Погоди. У меня чистая кредитная история. Я кредитов никогда не брал. На мне ничего тяжелого там не висит. Какого хуя? В том-то и дело, что чистая кредитная история – это хуёво, скажем так. Вот если бы она у тебя была положительная, тогда да. Чистая – значит положительная. Нет, ты ошибаешься. Ну, по крайней мере, попробовать взять кредиты – это не проблема. Кроме того, мы всегда можем взять кредиты, например, под какую-то собственность. А! Да, под хату бабушки Бетарда. А то! Так вот, суть-то в чём? Фирму-то можно сделать как новую, а можно это уже и купить действующую. Вот, например, мне недавно предлагали фирму, которая занимается отоплением и канализацией. На ней нет никакого имущества, имущество всё распродано, дядька фирму продаёт. Но суть в том, что у неё хорошая кредитная история, то есть она существует уже до хуя лет. Потому что кредиты, которые были взяты, все удачно выплачены. Чё ещё? Фирма эта продаётся по цене переоформления документов, то есть дядька, тот её либо закрывает, либо он переоформляет её на тебя и ты в шоколаде, скажем так. Вот, я думал, думал, брать, не брать, блядь. Цена вопроса всего лишь пять тысяч рублей. Но это просто какой-то аттракцион невиданной щедрости. Так в том-то и дело. Но я говорю, просто ты как, покупаешь юридическую регистрацию, там нет никакого имущества-то на ней. Не, по-моему, зарегать, получить комплект документов за пятёрку уже не получится. Поэтому это реально такой вот аттракцион невиданной щедрости. Так в том-то всё и дело. Фирму-то эту ещё не продали. Я, наверное, может быть, ничего не могу обещать. Наверное, даже её возьму, скорее всего. Но я хуй знает, что с ней делать. Ну, очевидно, брать кредиты. Мне тут рассказали историю, как можно платить кредиты очень долго и долго. А что, рублей в месяц? Да. Законно, опять же, всё. Причём нужно не просто 100 рублей в месяц платить. Ну, лучше платить 300 рублей в месяц. 100 рублей ты платишь в назначение платежа за основное тело кредита. Ещё 100 рублей ты платишь за погашение процентных ставок по кредиту. Ещё 100 рублей ты платишь, если это совсем охуевший банк, за погашение штрафных санкций по нарушению обслуживания кредита. Ну, и всё. Тебя же быстро банкротом признают. Схуяли, я плательщик! Может, с одним кредитом у тебя так прокатит, но тебя же внесут этот НБКИ, ну, бюрок кредитных историй-то и больше хуй тебе, кто чё даст. Ну, поэтому надо брать кредит сразу на 10 лямов. Только, Танкин, быстро деньги дадут тебе 1000 рублей под 500% годовых. Ну, скажем так, там больших сумм не дают. Вот. Нам пишут, кредитов не брал, это ещё хуже, чем когда не отдавал. Да-да, чистая кредитная история это нынче, блядь, скажем так, не то, что раньше. Сейчас же вот эти все охуительные истории, то, что когда ты, например, на работу устраиваешься, и тебя не могут найти ВКонтакте, к тебе начинаются вопросы. Вот точно так же и с кредитами сейчас. Ну, вон, я на завод хожу. Там меня до сих пор не по имени зовут. То есть ты хочешь сказать, что ты под левым именем там устраивался, да? Да. Ебать. Вот. Меня, у меня уже требует паспорт, правда. Сергей Внучаев. Вот. И, значит, я пока всё это обхожу. Так вот, давай вернёмся к лесопилке. Да-да. Проблема лесопилки в том, что она требует больших мощностей, как я понял. И нам нужно подводить мощную электролинию. Если мы в середине леса где-то собираемся строиться, а это, как мне кажется, лучший вариант, чтобы подальше от людей и всё своё, то у нас не будет электричества. Если мы поближе к электричеству, то, во-первых, электричество и вообще наличие любой инфраструктуры резко удорожает кадастровую стоимость. Соответственно, участок этой делянкой будет гораздо дороже. Во-вторых, как бы сама идея Битарская немножечко так проседает. Чё делать? Ну, смотри, опять бывает, что электролиния идёт там сквозь глухие места. Вот ты, например, в километре от электролинии поселился, подал заявочку, тебе провели, профит. Ты точно так же живёшь в глуши, только с электричеством. Ну, погоди, вот представь себе, что в радиусе 100 километров вокруг тебя ничего нету. Кто к тебе туда поедет исполнять твою заявочку на 500 рублей? Ты охуел 500 рублей, ты знаешь, сколько стоит провести электричество? Ну, расскажи нам. Продядьку-то вот этого рассказывал из района. Так вот, он мне ещё рассказывал охуительную историю, то, что провести электричество по лесу стоит 10 тысяч за один киловатт. А, киловатт на километрах, как-то так. Так вот, надо тебе, например, подвести 50 киловатт, 50, умножай на 10 тысяч, и вот. Не, ну 500 тысяч, это ещё вполне себе нормально. Вот нам пишут, что электричество... Ну, как бы не дёшево. Вот нам пишут, что электричество нахуя, берите ноуты на атомах и крутите педали. А, Нончик, у нас для этого есть ветряки, у нас для этого есть солнечные батареи, это не проблема. Но мы говорим о лесопилке. Вот, а лесопилку с велотренажёра или с ветряка особенно не запитаешь. Ну, смотри, вот, обычная ленточная пиворама, она те 10 киловатт мощности вполне себе хватит. А у нас есть, допустим, один киловатт, и то, если сильно повезёт. Ну, это только на освещение. Ну, вот и я о том же. Поэтому мы, допустим, мы наломали дров, сбрасывали деревья. Во-первых, у нас первая проблема, это перевести непосредственно деревья с делянки на наш деревообрабатывающий комплекс наш. Нам нужен для этого трактор, нам нужен для этого ГСМ. Если мы, опять-таки, в 100 километрах от населённых пунктов, где мы хотя бы этот же ГСМ будем брать? Ой, да чё думаешь, блядь, прям проблема какая? В ближайший колхоз едешь, покупаешь, всё, заправки... Ближайший колхоз в 100 километрах, понимаешь? Так нахуя селиться-то так далеко? Тебе 25 километров хватит, ну, изоляции. Вот пишут, у Криосана было видео, где лесопилка работала от маленькой РЭС на речке Говнотечки. Ну, то у Криосана. Кстати, ребята, Криосановские ролики сейчас продают по 300 тысяч, как бизнес-идеи. Чего? А вы говорите, два ебанутых электрика. Так, вот пишут, стал бы, каждый стол поддельно оплачивается при подключении ебеней. Вот это вот большая проблема, я считаю. Да, вот он мне говорил, то, что по лесу электричество тянуть, это просто ебнуться, как дорого. Слушайте... Короче, 10 километров протянуть по лесу, вот, 500 штук стоит, это сколько-то, блядь, под 50 киловатт, по-моему, ну, что-то около того. Не, ну, полляма, это еще нормально. За 10 километров? Ну. Ну, а ты хочешь селиться в 100 километрах от людей? Не, ну, лэп-то идут как раз в необитаемых зонах. В принципе, 10 километров мы осилим от ближайшей лэп. Главное, чтобы на тебя не положили хуй. Потому что помнишь истории с Икеей? Ну. Вот, боюсь, что получится так. Мы такие, вот вам полляма. А нам говорят, а нам похуй. Вот нам пишут, ну, или дизельные привода для пилорамы. Рентабельность, рентабельность, рентабельность. С дизелем очень большой вопрос с рентабельностью. Можно электричество аккумуляторов из деревни возить, а ГСМ? Ты на чем возить будешь? На коптерах? Охуяешь ты все это, возить? Вот, что-то я еще хотел сказать. Так, значит, так, что тут нам начали говорить? О чем я, собственно, так. Ладно, вот возвращаемся к сообщению, которые мы так и не дочитали. Паровой привод на дровах. Парк где брать? Так, зачем ты тратишь на это время, вот меня спрашивают. Ну, на что-то мне надо тратить время. Вообще, вся эта задумка с Бетерском произошла вот там цепочкой рассуждений. Я, как всегда, сидел, точнее, лежал и страдал хуйней. Вот. В какой-то момент времени я узнал о фотонных принтерах. И думал, ну, что, круто, вон, докуда вы технологии дошли. И тут один из товарищей, которого я на радио видостал, рассказал мне о такой отрасли, как строительство. Вот. И строительство, дескать, такая отрасль, где все стоит дорого, все строится долго, где большая такая потребность в ресурсах, где технологии трехсотлетней давности. И что, в общем-то, можно автоматизировать. И, как вы знаете, китайцы на принтерах вполне себе домики-то печатают. У них там это модно, круто, замечательно. Китай, конечно, немножко южнее, чем эта страна. Вот. Но и у нас, и вот в Украине вполне себе домики печатают. О чем это говорит? О том, что если отладить технологию строительства с 3D-печатью и печатать домики, то остается вопрос лишь в земельном участке. Нам нужно взять земельный участок, и мы можем сразу начать печатать домики. И жить в них. Причем мы можем делать сложные конструкции, сложных форм. Это не проблема. Остается, и мы сразу можем заселять хоть 500 человек после этого. Вуаля! Вот. И остается вопрос с материалами. Но с материалами у нас тут все, конечно, не очень хорошо. Во-первых, для непосредственной печати теми составами, которые используют в основном, это какой-нибудь М600, М800, он не продается, такой цемент, в обычных магазинах. В принципе, его уже в России делают, но как бы в обычных магазинах его нет. Возить его из Новосибирска, его в Новосибирске делают, как-то может быть дороговато. Земля у Новосибирска тоже как-то вот... Ну, вы поняли. Что нам остается? Нам остается вот мечтать о каких-то вот других вариантах традиционного строительства, например, с помощью нашей лесопилки. Ну, а вообще, зачем я на это время трачу? Ну вот, а на что мне еще тратить свое время? Вот как-то вот так вот я и пришел ко всему этому. А у тебя БРДМ-то будет ли хоть? Что-что? БРДМ! Не понял. Битардская разведывательная дозорная машина? Зачем нам, если у нас будет гиперкрыло? Разве ты не знаешь, что в каждом Битардске должна быть своя БРДМ? Увы, не знаю. Не то, что не знаю. Я считаю, это прошлый век. У нас есть поддержка с воздуха. И вот можно воздушные силы запускать. Ну, если ты поселился в такой глуши, то на тебя просто набегать-то никто не пойдет. Вот поэтому я и собираюсь в такой глуши вселиться. Именно поэтому я, собственно, это и хочу. Потому что приедет, захочет какой-нибудь из минсельхоза проверить. Насколько корректно используются земли сельхоз на значение. Приезжает он меня инспектировать и ищет меня. Ищет. Ищет. Ну, ты понял. Ему больше... Что? А, это самое. Вот, смотри, Битарск, Битарска. Готов ли ты, скажем так, через неделю выехать из своего дома, хуй пойми, куда, и начать там что-то основывать? Ты понимаешь то, что ставки слишком высокие? У тебя дома там худо-бедно, вода из крана льется, дождем тебя не мочит. Полежать тебе есть где, а вот, блядь, начнешь тебе так строить. Там ведь нихуя этого не будет. Ты там будешь ночевать на лапнике, точнее на матрасе из лапника, рубить деревья топором. Нет. На матрасе из лапника я ночевать не буду. Если я это начну делать все, я туда приеду весной. Чтобы сэкономить на электричестве, чтобы не заниматься обогревом. Со мной будет аптечка, со мной будет запас воды и продовольствия. И, предположительно, со мной будут некоторые люди, которые, собственно, будут заниматься чем-либо. Вот, я, естественно, не в одно рыло собираюсь. Естественно, со мной будет минимальная инфраструктура. Та же самая полевая кухня, та же самая палатка на 40 человек. И на лапнике я точно спать не буду. За лето вполне себе можно напечатать несколько домиков, которые позволят мне, собственно, прожить и там, и дальше. Кроме того, это не тюрьма, это не какой-то изолятор. Я всегда могу уехать оттуда в цивилизацию и что-то в этой самой цивилизации сделать. Ну, все равно придется, скажем так, столкнуться с большими бытовыми сложностями, с большими моральными сложностями. Ну, моральные сложности – это информация. Я человек, который занимается переработкой информации. Ну, не только ты. Вот знаешь, для меня сложность, например, оттащить бревно от лесоповала до лесопилки. Вот это для меня сложность. Особенно, если нет трактора. Ну, так вот, эти сложности тебя и доебут. И других доебут. Вот поэтому, я считаю, нужно сначала спизить где-то 10 лямов, или лучше 100 лямов, вот, через процедуру банкротства, и поехать вот запиливать все это. Потому что, я так понял, проблема вся встала за 100 миллионами. Ну, это не то, чтобы проблема. В принципе, не обязательно строить сразу все коровники, ежатники и хакспейс с доильными аппаратами, роботами. Можно все это попроще. Но, опять-таки, смотри, как мы посчитали, проложить силовую линию – это полмиллиона. Артезианская скважина, ну, как повезет, от 100 тысяч до также полумиллиона. Казалось бы, такие два маленьких, две таких маленьких вещи, а это уже миллион. Ну, вот как-то так. Ну, артезианскую скважину не обязательно бурить, да и тем более в такие ебеня бурюка не заедет. Можно и колодец выкопать, как в старые времена. Ну, артезианская скважина несколько лучше, чем колодец. Не, ну, я чем хуй лучше. И если там будет жить 100 человек, колодец просто не справится. Или мы к тому еще хуже все потравимся грунтовыми водами. И вот тут вот спрашивают, а если у тебя будет 100 лямов, зачем тебе Бетарск? И второе пишет, нахуй нужен Бетарск, если есть 100 лямов. Ну да. Вот, наверное, поэтому Бетарск до сих пор и не запилили. Скажем так, вот допустим, у тебя смог есть 100 лямов. Вот, и ты с ними можешь делать все, что хочешь. Вопрос. Твои действия. Чем ты будешь заниматься? Мои действия? А все очень просто. Я для начала построю себе домик. Лямов и так за 10 такой небольшой уютники, где-нибудь подальше от людей. Я запилю себе какой-нибудь бизнес, чтобы он работал и приносил бабки. И я съезжу в Австралию. И я еще сниму себе эту самую азиатскую шлюху. Как-то очень так. Во-первых, на 100 лямов не тянет. Во-вторых, ты правильно сказал, хочется домик в деревне подальше от людей. Ничего общего с Битарском не находишь? Ну, нахожу, но как бы это лишь... Ты хочешь запилить какой-то бизнес. Скорее всего, чтобы этот бизнес приносил тебе доход, тебе придется нанимать людей, чтобы они как-то вот работали на тебя. Ничего общего не находишь? Ну, то есть, ну как, такой, скажем так, мини-Битардск без отрыва от цивилизации. Потому что, вот, например, Битарда поставь за ЧПУ станок токарный там. Он же ведь нихуя не осилит. Соответственно, нужен квалифицированный токарь. Что нужно осиливать в современном ЧПУ, токарном или фрезерном станке? Вот скажи мне. Ну, банально, там, инструменты разложить по ячейкам. Так сложно воткнуть фрезу в цангу? Ну, для Битарда это будет сложно, я подозреваю. У тебя, по-моему, у тебя слово Битард, это примерно то же самое, что Амеба. Ну, блядь, так и есть. Окей, окей, я тебе рассказываю, как работать на станке с ЧПУ. Значит, берем мы тупого Битарда, который нихуя не умеет. Зато у этого Битарда есть мобилочка. Одно из главных требований моего Битарда, чтобы у каждого был планшет, ноут, мобилочка, что-то, с чего он сможет смотреть видасики. Он нажимает кнопочку, а там вот смоук. Значит, говорит, так, слушай, вот эту хуйню отворачиваешь, вот эту хуйню сюда вставляешь и закручиваешь. И чтобы не ело зело, понял? Вот, вот, вот после этого инструктажа Битард, собственно, сможет воткнуть фрезу в цангу и нажать кнопку старт. Все, больше от него ничего не требуется. Ну, надо же еще заготовку сажать. Ну, второй ролик построить. Посмотрит. Ну, ладно, ладно, убедил. Я вообще не понимаю, почему ЧПУ станков сейчас нет в каждом доме. Ну, дорого. Да и зачем? Че, блядь, дорого? Зайди на Али. Вон, мы за две штуки зелены находили достаточно крутой ЧПУ с большим полем. Ты понимаешь, то, что хоббийные станки и промышленные станки, это разные вещи. Ты понимаешь, что то, что мы находили, это вполне себе промышленное. Хоббийный можно за 300 зеленых самому собрать на Ардуине. Вот эти вот, блядь, все настольные станки с большим полем, они тверже алюминия, нихуя не берут. А вот засунь-ка ты туда стальную заготовку из какой-нибудь такой углеродистой сталь, я посмотрю, как он ее будет грызть. Окей, скажи мне, зачем тебе в Битарске что-то крепче алюминия? И где ты в Битарске возьмешь углеродистую сталь? Из внешнего мира? Где же еще все равно тебе... Ну тогда можно эту деталь во внешнем мире и обработать? Ну не знаю, не знаю, можно, но и так. Все равно тебе ведь понадобятся там всякие болты, там шайбочки, валы и так далее, чтобы... Идешь в строймат, покупаешь 10 кило, привозишь на автомобиле, весь Битарск в болтах, в гайках и прочем говне. Ну, наверное, так. Ладно, Анончики, я съебну. Мне тут надо по дому дела сделать, накормить котов, печку затопить. Вот, лучше бы ты захотел накормить Битардов. Ну, это еще все впереди, а пока надо накормить котов. Ну, ладно, пока кто-то думает о котах, я буду думать о вас, Анончики. Так что я отвечу на все ваши вопросы, вот, и мы постараемся что-то добавить в нашу майндмапу. Потому что котов мне кормить не надо, зато я о людях думаю. Так, напишет, ты так сильно хейтил, что сам в него превратился. Четвертые, суки, пиздишь полностью нереальную хуету. Показываешь, собственно, неинформированность. Если я показываю, собственно, неинформированность, я действительно знаю далеко не все. Пожалуйста, ткни меня в пальцем в то, что я не знаю. Вот, напишет, хуже ссылаешься на интернетик в вопросах. А интернет для меня является источником вообще всей информации. Скажи мне, что я делаю не так? Где мне брать информацию? На собственном опыте это слишком дорого. Так, пишет, 220 вольт за шутеечки. Это не Бетерцк, это ГУЛАГ-Сити. Будешь там сам куковать, или тебя в тот же вечер вынесут от делдоках на мороз. Ну, если ты не хочешь получать 220 за шутеечки, по-моему, может, есть два варианта. Или не шутить, или не записываться на эти курсы. По-моему, все просто. А вот шутеечки делать и мешать преподавателю, это как-то не норм, я считаю. Так, я вот тоже включил, понимаю, что, ну, чая в голос начальника вещает. Все поехали, да. Так, ты мне зубы не заговаривай. Хочешь строить кому? Ну, строй, никто же не против. Но не лучше ли использовать на работе предыдущих поколений, вместо того, чтобы строить с нуля? Непонятно что. Как тот школьник с полиэтиленовой палаткой в лесу среди зимы. Так вот, для этого мы и занимаемся майндмапой. У нас есть даже такой пункт, как готовые решения. Готовые решения. То, от чего можно отталкиваться. Посмотри на экран. И вот если ты можешь представить мне готовые решения на работе предыдущих поколений, я их с удовольствием вот сюда внесу. Так, в чем смысл вашего битарска? Мне кажется, жизнь в коммуне это такое себе. Ну как? У тебя есть некоторые социальные гарантии, которые позволяют тебе что-то получить, ну и, конечно же, как-то реализовать самого себя. Отпишут готовое решение. Дача. Ну, почему бы и нет. Давай тогда запишем так. Дачное товарищество. А, значит, нахера все это нужно? Вот у нас есть пунктик мотивация. Скажем так. Социальные гарантии. Что такое социальные гарантии? И мы сразу можем написать. Бесплатное жилье. Бесплатная одежда. Бесплатный корм. Потому что хочется чего-то. И вот знаешь, вот эти вот три пункта, вот обычно люди сидят с утра до вечера в офисах, занимаются каким-то говном и только и делают, чтобы вот обеспечить себя вот этими тремя пунктами. Так, нам еще нужна... Так, одежда. Слэш. Обувь. Чем твой битарс будет отличаться от кирпичного завода в Дагестане? А нончик, я не знаю, как выглядят кирпичные заводы в Дагестане. Сколько там живет людей, как там работают. Ну и вообще. Нам пишут бесплатный. Причем здесь коммунизм? А коммунизма нет. Это как раз социальные гарантии. Далее. Бесплатное обучение. Бесплатная работа. Вот самое интересное, это бесплатная работа. Работать без зарплаты. Да. Бесплатный доступ к инструментам. То есть, например, ты захотел что-нибудь потокорить или пофрезеровать, и тебе не нужно платить 200 тысяч за агрегат. Тебе не нужно платить за аренду. Ты можешь сам себя реализовать. Свободный выбор проектов для самореализации. Ты это можешь получить. Дальше. Базовое медицинское обслуживание. То есть, ты можешь получить первую помощь. Это все тебе дается вот, скажем так. Если что-то с тобой случилось, вот все это вот есть. Люди, вот чтобы вот это все получить, работают с утра до ночи. И что самое главное, что самое неприятное в нашем современном социуме, это приходится работать, ну, скажем так, не совсем тем, что нужно. Как бы тебе объяснить? Ты не можешь реализовать себя там, где тебе хочется. Вот я, например, хочу строить космические корабли. Но у меня вот так получилось, что в городе нету космического завода. Ну, нету его. В случае с Бетерском, ты вполне себе можешь что-то такое поставить. Если у тебя будут необходимые инструменты вот в нашем продвинутом хакспейсе. Мне вспоминается шутка, то, что, посмотрите, Белочка вот должна бегать по лесу летом, чтобы работает с утра до ночи, вот, чтобы зимой было Белочке на что кушать. Ответ. Да нихуя, Белочка просто занимается халявным шопингом. Вот если бы Белочка звонила медведю и пыталась впарить ему говно зайца, чтобы купить себе орешков, вот тогда да. Вот, собственно, от этого у людей возникает прокрастинация. То, что они занимаются какой-то нелепой хуетой на совершенно непонятной, нелюбимой, бессмысленной работе. А другой работы даже социум предложить не может. Потому что если им может предложить, то эта работа уже стала неликвидна. И ее, возможно, вот-вот заменят на роботов. Как-то так. Вот пишет, а как лечить будут? По видео с Ютуба? Да! Мы вот так и добавим. По видео с Ютуба. Ютуба. Да! А что, тебе не хочется лечиться по видео с Ютуба? Я даже специально для тебя допишу. Подорожник. Вот. Тебе чем-то не нравится? Если не нравится, окей, пиздуешь в райцентр. Какая-то сложность есть. Не, если ты хочешь что-то еще, давай. Так. Значит, социальная гарантия. Так. Свобода от чужой воли. Мы не заставляем работать. Мы не заставляем принимать наши убеждения. Мы услышим ваше мнение и попробуем в нем разобраться. А вот этого уже и в цивилизации не будет. Не, это я к тому, что нужно сразу воспитывать кадров нужных. У нас есть пункт обучения. И в обучении у нас есть центр бесплатного обучения медиков. Само собой, все это у нас будет. Все это будет. Так, что там по социальности и равноправию полов? Полов у нас, предположительно, не будет вообще. Блядь, вот какого хуй? Откуда же я знал, что уже почти семь? Ты же скотинку-кукарекулку не пишешь, никакого движника. И я пошел ее там смотреть. А что за это время напроектировали? Что сейчас обсуждаем? Ну, мы напроектировали где-то уже часик. Сейчас уже половина. Девятого, что касается, напроектировали. Ну, собственно, пока ничего мы и не пишем. Мы тут просто попиздели немножко. Так, давайте продолжим. Собственно, ты говоришь, надо воспитывать кадры. Окей. Что мы тут предлагаем? У нас бесплатное обучение. Чему, собственно, мы будем учить? Поскольку нам нужны медики, мы учим на, значит, медицина. Первая помощь. Лекарственные растения. Это, можно сказать, набор курсов можно сейчас такой придумать. Если у вас есть идеи, чему учить в Бетарске, пожалуйста. Вот вам примерно, что мы можем получить. У нас будет, значит, животноводство. Потому что мы будем выращивать животных. Нам нужны, ну, например, техники осеменителей. Без этого нам, извините, никак. В животноводстве нам нужны будут, например, конюхи. Обязательно. Без этого нам, опять-таки, никуда. Что нам еще может понадобиться? Каким профессиям мы можем обучить? Нам нужны агрономы. Кто нам еще нам нужны? Мы должны читать курсы безопасности. Это, например, курсы самозащиты. Стрельба в тире. Ну, как-то так. Что нам еще нужно? Внезапно программирование. Программирование сельхозтехники. Создание оборудования на базе микроконтроллеров. Внезапно. Вот пишут. На курсах безопасности смотреть криосана. Смотреть криосана. Пожалуйста. Опять-таки. Значит, бесплатный выбор проектов для самореализации. Повторить проекты с каналов ютуба. Например, криосан, адвокат, Егоров. Что ты еще можешь порекомендовать? Кто у нас там есть? Нет, это я не буду. Коленька, Фурнзе. Фурнзе. Вот. Как-то так. Так. Ну, вот подсказывают. Курсы юристов. Отлично. Ирдуинщики, программисты есть. Значит, сантехники. А, да-да-да. Примитивные технологии. Примитивные технологии. Так. Значит, строительство. Примитивные технологии. Здесь у нас идут сантехники. Плиточники. Штукатуры. Так. И какой будет контроль, что будущие медики будут действительно смотреть обучающие ролики, а не рандомную хуйню с ютуба? Если они хотят смотреть рандомную хуйню с ютуба, пускай смотрят. В чем проблема? Только, если человек не сможет лечить, то он уже не будет медиком. Если он хочет смотреть, извините, там, не знаю, летсплеи, там, чего, чего там можно посмотреть летсплеи, там, кого-нибудь Майнкрафта, пускай смотрят. Никаких проблем нет. Единственное, что не сможешь ответить на простые вопросы о медицине, чем как лечить, ну, значит, лычку медика не получишь. Так. Вот нам подсказывают каменщики. Так. Эй, алло. Каменьщики. Дровосеки. Ну, пускай будут дровосеки. Так. Значит, с... Так, нам нужны... Так. Повара. Пожалуйста. Специально для нашего шоу. Хлебопеки. А ГМС-секи будут вообще допускаться? Конечно же. Все для этого и надо. Так. А... Так. Мусорщиками, я думаю, может каждый стать. Так. Бухгалтера. Это вот сюда запишем. Ну, все это, естественно, будет в тематике сельского хозяйства или внутреннего пользования. Потому что мы не собираемся финансировать и обучать профессиям тем, которые нам потом, непосредственно нам, не пригодятся. Поэтому, возможно, кто-то скажет, что это неправильные будут экономисты, это неправильные будут сантехники и бухгалтеры-экономисты. Ну, что ж. И программирование у нас будет не 3D-графики, а именно сельхозтехники. Вот у нас хлебопеки, пожалуйста. Мусорщиками, я думаю, можно, значит, про штрафившихся. Мусорщики – это неквалифицированная профессия, так что, извини, не принимается. Так, ну, а я пока почитаю еще сообщения, которых мы пропустили. Так, вот нам написали, что нужен УАЗик. Так, где-то у нас... УАЗ-452. УАЗ-452. Так, Витальцкая-то как коммуна? Да, это как коммуна. Так. Так, 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 так. Что ты там пишешь? Так, какая там такая идея? Взять за основу систему ролей, как в проектах экспедиции на Марс. Есть фиксированное количество специальностей, которые нужно заполнить доступными кадрами. Приоритет отдается тем, кто может совмещать две специальности. Например, врач-ветеринар или электрик-каменщик. А те, кто в роли не вписываются, принимают в последнюю очередь. И первые в очереди на неквалифицированную работу, типа дежурств по кухне или чистки говна. Кстати, это отличная идея. Так, давай мы это добавим в готовые решения. Экспедиция на Марс. Система ролей. Нам нужна фиксированное количество специальностей. Так, приоритет тем, кто может совмещать несколько. Так, что тут нам еще? Врач плюс ветеринар. Так, или электрик-каменщик. Электрик плюс каменщик. Так, не вписывающиеся в роли идут в последнюю очередь. Так, им дается низкий приоритет заселения и неквалифицированная работа. Дежурство по кухне. Чистка говна. Ну, как-то так. Надеюсь, я все правильно расписал. Так, типичный контингент сасача-цыгань. Ты подменяешь понятие. Цыгане это реальный криминал с самого детства. Сасачеры это просто туповатые школьники-неудачники, которые, может, уже и школу кончили. Да, но мы не знаем, кто именно к нам приедет. Понимаешь? Поэтому рассчитываем изначально на плохое. То, что это будет цыган. В конце концов, цыгане могут быть и на бордах. Система должна выдержать цыган. Только если ты обладаешь силой и волей вешать их на деревьях. Нет, такого мы делать не можем. Это, кстати, очень большой вопрос, что делать с теми, с кем мы жить не хотим. Это очень большой вопрос. Так. Что у нас еще на повестке? У нас на повестке все, что какие у тебя мысли есть о Бетарске, о его мироустройстве, о том, как ты это себе представляешь, о том, почему это плохо или почему это хорошо. В общем, совершенно любые мысли. Сразу давайте вот сюда довесим на будущее. У нас были такие вот моменты. Что делать с теми, кого мы не хотим? Это очень большой вопрос. Шутку можно добавить. Мука мольная. Но как бы надо думать. Так, выходит, нужно просто вести не цыган в Бетарск, а Бетарда в Цыганск. Ну, начинай! Межкультурные конфликты. Сосачеры с нульчанерами передерутся. Нет, скорее просто одни других будут говном закидывать. Набежали цыгане и сдали все в металлолом до последнего гвоздя. Поэтому у нас не будет гвоздей. Мы все будем печатать на фотонном принтере. Так, значит, некий Палкин Игнатий, как готовый вариант нам предлагается. Я не знаю, кто это такой, но давайте мы запишем и его. Палкин Игнатий. Я повторюсь, не знаю, кто это, что это, но надо изучить. Так, значит, Сережа как раз без работы. Отправь его на завод! Так, значит, так... Так, так, так... Так, почему бы не просто не набежать на умирающий поселок, который уже существует? Вся инфраструктура за счет государства. У нас уже есть пунктик заброшенная деревня. Вот, но в случае заброшенной деревни, хоть инфраструктура-то и имеется, также имеются люди, которые могут тебя приехать проинспектировать. Строиться на такой земле рискованно, поскольку она фактически не твоя. Жить в полуразрушенных домиках тоже, я думаю, тебе не захочется. Так что, как-то все сложно. Так, да, возвращаясь к опросу, есть ли у тебя будет стулямов, зачем тебе Бетарцк? Так вот, считай, что Бетарцк это мой личный домик в деревне, это моя личная охрана, это мой личный бизнес, это мой личный World of Warcraft, или во что там сейчас играют, это моя веселая ферма, ну и в конце концов свежий воздух, а я вот астматик, я больной человек, ну ты понял. Так что, даже если у меня будет 100 лямов, я нечто подобное в любом случае запилю. Пускай это будет не Бетарцк, можно назвать это домом отдыха, пускай это будет не дом отдыха, а какая-нибудь еще форма собственности, я не знаю. Кстати, насчет формы собственности, давайте поиграем в такую вещь, как прикрытие. У нас, да, дом престарелых, у нас есть экономика внутренняя и даже, наверное, юспруденция, внешняя. Давайте сделаем так. Раздавим этот пункт. Прикрытие. Прикрытие для внешнего мира. Кто мы? Мы дом престарелых, вполне себе подходит. Мы являемся научно-исследовательской базой. Мы являемся домом отдыха. Мы являемся пионер-лагерем. Чем мы еще можем являться? Мы являемся фермерским хозяйством. Да, мы можем быть религиозной общиной. Так, дом отдыха, пансионат. Так, потребительский кооператив. Что он делает среди леса? Что он там, блядь, потребляет? Потребительский кооператив. Алло! Это прикрытие для внешнего мира. Значит, пионер-лагерь, в свою очередь, может быть... Спецшкола-интернат для особенных детей. Почему бы и нет? Это все те темы, под которые можно как-то выбирать кредиты. Так, вот производственный кооператив. Да. Производственный. Еще сойдет. Производственный кооператив. Правда, я не уверен, что существует такая вещь. А вот потребительский кооператив формы собственности... Пацаны! Что за хуйня вы тут построили? Это... Это потребительский кооператив! Так вот, если у меня будут 100 лямов, я вот что-нибудь из этого бы запилил. Вот, если у вас есть еще идеи какие-то, с удовольствием... Так, деревня эльфов. Ты пошутил, наверное? Назовем это так. Туристический центр для иностранцев с костюмами. С национальными костюмами. Почему бы и нет? Как раз вот а-ля Деревня эльфов. Даже не так. Силаем так. Сематический парк. Так. А здесь вот уже можно. И... Значит, с деревня эльфов. И с национальными костюмами. Ну... Все что угодно. Скажем так. Вот рано или поздно я вот что-то такое хотел бы сделать. Вот зачем мне Витарцк. Так. Нужны короткие курсы подготовки с подписью графей. Я не дебил. В случае... В случае, если его навал намотает. Так. Это мы идем вот сюда. И... Значит, со... Бесплатное обучение. Краткий курс. Я не дебил. Так. Как скажешь. Так. Опять ты не посмотрел привод. Посмотрю. Посмотрю. Как ты так можешь на серьезных сейчас рассуждать о том, чего никогда не будет. Ну... Я не могу говорить, что чего-то никогда не будет. Мы живем в динамической среде. Мы живем в динамическом мире. Каждый день что-то меняется. Каждый день... Ну... Что-то становится хуже. Вот я, например, узнал то, что с 2014 года назначение земель меняется. До 2014 года можно было купить там 100 гектаров земли. И сказать, что это мне под строительство дачного коттеджного поселка. У тебя такие в администрации говорят. Ну... Ладно. Вот. И такой. А за-за я строю коттеджный поселок. У нас этих коттеджных поселков элитных сейчас настроили до хера. С 2014 года, например, такая халява не прокатывает. Ну, что поделать. вот с другой стороны до 2014 года я не думал что оказывается в этой стране за такие смешные деньги как например 1000 рублей за гектар можно было вообще что то купить что можно вообще сейчас купить на 1000 рублей вот а вот раньше оказывается можно было но я банально об этом не знал но это не важно зато сегодня у нас есть например 3d принтер и мы можем печатать домики автоматически сейчас у нас есть дроны сейчас мы можем запилить лучи смерти на arduino ну как то так мы живем в динамическом мире и что будет завтра мы не знаем поэтому вот все вот то что мы сейчас обсуждаем возможно появится возможно это реализую не я возможно кто-то посмотрит этот план посмеется скажет так вот это выкинуть вот это тоже а все остальное мы вас используем как родмап так что я не шучу говорит что вот этого никогда не будет я тоже не могу так значит сам так так может дешевле будет воспитать водителя камаза и купить камаз чем телеги с лошадьми анончик смотри телегу с лошадьми несколько дешевле купить чем собственно говоря камаз что в случае вас воспитание конюха что в случае воспитания водителя камаза ну это небольшая стоимость лошадь она дешевле а вот на камаз у тебя возможно денег никогда и не хватит ну как то так 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 насчет карательной системы еще раз не знаю так а уазик надо много очень много бензин но тут у нас и камаз есть как неэффективный вариант операторы атомной электростанции не нужны к сожалению атомная электростанция пока что в планы не входит опять таки повторюсь мы живем в развивающемся мире в динамичном мире у нас будет своя или электростанция у нас будут свои энергетические установки будет но например мы можем создать ветрогенератор мы можем создать причем не один мы можем наставить кучу ветряков ну сколько денег у нас хватит на ветряки столько мы их можем наставить мы можем наставить солнечных панелей сколько будет солнечных панелей столько и будет мы можем накупить аккумулятор И, в принципе, энергии для интернетов нам хватит. Самая большая, наверное, проблема будет с интернетами, поскольку спутниковый линк – это все-таки дорогое удовольствие и не только в плане денег, но и в плане энергетических затрат. Но я думаю, мы это осилим. По крайней мере, спутниковый линк можно держать не круглосуточно. Ну, как-то так. Например, раз в два часа сконнектили, что-то там скачали, поинтерактивили и снова можно тушить, чтобы энергию не тратить. Все это у нас будет. И вот представь себе, что где-то лет через пять на Алиэкспрессе продаются маленькие генераторы холодного ядерного синтеза. Не проблема. Мы к нашим ветрякам, к нашим солнечным батареям добавляем маленькие генераторы холодного синтеза. Не знаю. Тогда нам, возможно, понадобятся и операторы атомной электростанции. Кто знает. Мы живем в динамическом мире. Так. Не обязательно нужно, чтобы вообще умели имущество описывать, подсчитывать доходы, расходы и прочее считать. Финансирование же не только из сельхоз будет. Может, придут какие-то торговцы на бирже и прочие обитатели Форекса. Кстати, да. Нам нужны, значит, с курса юристов, опытные участники в госзакупках. Торговцы на Форексе. Что нам еще нужно? Нам нужны риэлторы. Вполне себе нужно, потому что землю как-то нужно будет покупать. Сегодня смотрел видасики, как риэлторы себе на халяву приобретают земельные участки. Понравилось. Так. В пизду ядерную энергетику. Я думаю, можно на солнце и дровах протянуть. Ну, кто знает. Как будет проводиться управление Бетардском? А Аджайл, Канбан или что-то другое? Вот это хороший вопрос. Я не знаю. Поскольку ты сам предложил все это, давай мы это и сделаем. Значит, с управления Бетардском. Канбан. Аджайл. Ну, добавьте еще что-нибудь. Так. Охрана территории. Охрана территории предполагается с беспилотником. Так. Откуда чистка говна-то взялась? Ну, предполагается, что у каждого Бетарда будет свой сортир, а канализации у нас не будет. Поэтому нужно взять свой толчок или чужой и выкинуть говно в яму с септиком. Так что... Так. Так. А кого ты не хочешь видеть, если цыган уже готов впустить? Так. Значит, кого мы не хотим видеть? Это хороший вопрос. Так. Кого мы не хотим видеть? Я прям вот так резко. Кого мы не хотим видеть? Так. Рак, убивающий Бетардск. Что бы это ни значило. Я лично не хочу видеть... видеть больных. Вот, ребята, извините, но у нас коммуна будет маленькая. У нас будет, значит, требовать справку о отсутствии болезней. Это нам вот нужно обязательно. Я не хочу видеть больных людей. Так. Что мы... Кого мы еще не хотим видеть? Воришек. Если проворовался... Ну, что? Чувак. Все. Это вот... Мы не хотим тебя видеть. Кого мы еще не хотим видеть? Политологов. Политологи идут нахуй. Сразу. Начинаешь свою политическую деятельность, сразу идешь нахуй. Значит, вот нам пишут крыс. Ну, воришки уже есть. Невменяемое агрессивное быдло. Это не совсем... Не совсем... Не совсем вот... Формализованно. Вот. Потому что... Ну... Единственное, что невменяемое можно оставить. Вот. Но невменяемое – это больных людей. Да, это я могу просто в больных. Без психических нарушений. Сделаем вот так вот. Вот. Вот пишут... Может, лучше создать книгу правил, законы? Ну, что-то вроде этого мы сейчас... Эээ... 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 Так. Ну, не знаю. Это... Вот эти вот... Вот это вот... Это не я предлагал. Так. Как бы основа на будущее. Эээ... Что за книга Краули? Можно название подробно? Мы сейчас в эфире. Мы в эфире. Можешь, собственно, название дать полное? Здрасте. Здрасте. Я тут просто увидел, что Клинвойс заговорил и охуел. Типа... Клинвойс, ну вы понимаете. Вот, и я даже зашел. Зашел, а у вас тут эфир. Вот это охуеть. И вот что я вижу. Кого мы не хотим видеть на видеопотоке. Можно мне маленький совет дать? Да, конечно. Нужно. Вот. Есть два подхода к тому, как организовывать подобные диаграммы. Первый называется, кого мы не хотим видеть, а второй называется, кому мы хотим видеть. Я думаю, что второй в данном случае гораздо более подходящий. Потому что, во-первых, мы так не ударимся в негатив. Потому что негатив можно обсуждать бесконечно и без конструктива. А во-вторых, гораздо легче будет сказать, кого мы хотим видеть, чем кого мы не хотим видеть. Потому что в этот список можно записать, ну, блядь, половину населения Земли. Если не больше. Окей, кого ты хочешь видеть? Я... Ты лично меня спрашиваешь? Или, типа, так, чтобы я укладывался в ваши планы по Бетарцку? Ну, нет, смотри. Если каждый будет пытаться уложиться в планы по Бетарцку, то будет... Вот я... Мне это лично не надо, но я вот не против. И мне... И это мне не надо, и то. Ну, пускай будет. В результате получится какое-то аморфное сраное говно. Если вот ты хочешь что-то такое предложить, предлагай. Это будет твое мнение. Смотри, тогда сделай так. Напиши не кого мы хотим видеть, а кого мы можем видеть. Потому что желание и нейтралитет, они немного различаются. Например, я могу вполне видеть людей, которые... Ну, просто сычи, да, например. Не то, чтобы я гарантировал, что мне с ним будет интересно общаться, но я ничего против них не имею. Кого бы я хотел видеть, это совершенно другой класс персонажей. Хотел бы я видеть, например, когорту тех людей, которые... Ну, вы знаете, про кого я говорю. Которые... Отличаются от сосачеров, как... Позитрон отличается от электрона. Вот. Типа начитанные там немного. Или образованные люди просто. С достаточно высоким интеллектом. Которые, может быть, и ленивые, но чем-то это купируют, по крайней мере. Потому что только так получится КПД синергии нашего общества больше, чем один. А иначе, если будет меньше одного, то оно начнет распадаться, разлагаться. То есть, естественно, что нужны образованные люди. Образованные вовсе не в том плане, что они должны были закончить университет, там, вышку иметь. А просто, знаете, люди, у которых есть какая-то тяга к тому, чтобы совершенствовать себя, интеллект. Потому что раньше, вообще-то, на бордах часто встречалось такое кредо существования, как постоянное самое совершенствование. Очень жаль, что про него забыли. Потому что, я думаю, что оно во многом толкало вперед саму культуру. Это подразумевается именно какое-то, знаете, обрастание литературными знаниями, обрастание технической информации. И постоянно... Короче, постоянный поток информации, который, как бы, выбивает искру за счет столкновения мыслей. И из этого что-то куда-то вырастает. Это вот как противовес действовал раньше. Сейчас такого я не очень наблюдаю. Так что вот. Минимум это сычи, а максимум это академики. Ну, а это мой личный взгляд. Я никого не заставляю, как бы, верить. Я, вообще-то, был бы рад видеть, и в том числе, знаете ли, сейчас часто делят на гуманитарих технарей, но я бы предпочел видеть более всесторонне образованных личностей. Потому что, вот, например, человек занимается, там, токарным делом, а при этом может быть и программистом. Или еще чем-нибудь, там, не знаю, витую пару прокладывать, и при этом читать книги. Не знаю, вслух я имею в виду аудиокниги, потом куда-то их выкладывать. Или еще что-нибудь. Ну, в общем, знаете, просто человек, которому есть чем заняться. Я не знаю, как их определить, такую категорию, но я думаю, вы понимаете, о чем я. Просто человек с какими-то навыками, какими-то полезными целями вообще в жизни. Не то, чтобы конкретными целями, а каким-то полезным вектором стремления. То есть, куда-то вперед двигаться хочет. Я не говорю, что все такими должны быть. Упаси боже, это превратилось бы в какой-то коммунистический строй, блядь, или еще что-то. Где все это очень быстро выгорело бы. Но такие люди, я думаю, должны составлять какую-то долю. Какую-то долю общества, чтобы как раз возникала разность потенциалов. Вот так я вот думаю. Почему у всех корритов коммунистов? Что? Почему у всех корритов коммунизма? Ну, потому что на примере коммунизма очень легко описать то, что может получиться в итоге, если не будет противовесов. Вот так я пишу, корритов, это зачем? Раз коту добавьте в инфраструктуру отдел оккультизма, архивы взаимодействия с внешним миром, ну вы поняли. Да, я вообще-то ради этого дом боли и предлагал. Это отдел оккультизма. А вот архивы у нас уже есть, это серверная с градирней, и маховиком, и холодильником. Взаимодействие с внешним миром у нас тоже есть, это экономика внешняя и некоторые другие вещи. Например, экспорт, или там еще что-то у нас было. Вот, например, вот Hackspace Workshop можно вполне записать во взаимодействии со внешним миром. Что-то я хотел сказать, но уже забыл. Да, вот написали не академики, а инженеры. Это более правильно, да. Академиков ты будешь просто терпеть? Нет, ну просто я думаю, что среди академиков мало сочей. Вот инженеры это более подходящее слово. Цель создать счастливое будущее для нас. Мы создаем собственный мир. Клинбойс, вот ты спрашиваешь, в чем профит? Клинбойс. Знакома ли тебе философия гедонизма? Начнем с этого. В чем ты вообще видишь смысл своей жизни, если не в достижении какого-то счастья для себя? Может быть, ты хочешь просто заработать денег или сделать так, чтобы мир во всем мире был? Ну вот, стараемся для себя. Правильно, что сифилитиков не надо. Можешь сразу записать, что не надо никого, кто распространяет заразу. Потому что, бля... Ну, это так, понятно, это так, просто пример. Вот. Тут спрашивали, мол, если у тебя будет 10 лямов, тут уже готовое решение за 19 лямов прислали. И вот говорят, если у тебя 10 лямов будет или 100 лямов, нахуй этот Битарцк! Ребята, если у меня будет 100 лямов, это вот только начинается. Когда все шоу начинаются? Вот, скажем так, 100 лямов надо потратить. У многих людей нет фантазии. Ну, хорошо, вот у тебя в кармане 100 лямов. И чё? О, я пойду по шлюхам! Я куплю мясо! Ну, это психология и мысли нищего человека. Я бы сказал, что 100 лямов надо инвестировать. Ну, кстати, если бы не было 100 лямов, я бы, наверное, первым делом пошёл. И купил мясо. Вот такие дела. Ну, а потом уже думал бы. А вот Битарцк, это разве не инвестиция? Я считаю, что это инвестиция. Причём это может быть не инвестицией в общем каком-то смысле. Но это будет инвестицией в наше будущее. Я бы сказал, это инвестиция в себя, в своё будущее. Тут очень тонкая грань. Мясо тоже можно назвать инвестицией в себя. Дело в том, что Битарцк хоть и инвестиция в самого себя, но он тоже должен как-то окупаться впоследствии. Ну, хотя бы хоть как-то. Я не говорю, что прям положительные какие-то графики должны быть. Ну, вот, например, на 100 лямов настроить инфраструктуры. И там, например, какой-то оборот в месяц всё-таки иметь с этого дела, там, за счёт экспорта. Хотя это уже попахивает каким-то отдельным городом, государством. Того и гляди, к полюсам придём. Каулун. Моя мечта — это Каулун. А почему не Силэнд? Блядь, на Силэнде три с половиной человека. На Силэнде, кроме двух серверов, нихуя нету. А нам больше и не надо для начала. А ты знаешь, что было в Каулуне? Ну, я знаю, что было в Каулуне, но я не думаю, что Каулун можно считать отдельным. Прям совсем отдельным, как Силэнд. В принципе, можно. Власти туда очень сильно очковали соваться. И единственное, что их бриташка предала в начале девяностых. Вот, кстати, интересный вопрос. Что там с той тёткой, которая в прошлом году 500 лямов лотереи выиграла? Вот всё время как-нибудь смотришь, там хуяк кто-то выиграл там тысячу миллионов, блядь, а потом ни слуху, ни духу об этих людях просто, блядь, они испаряются куда-то вместе со всеми своими деньгами. Мне складывается впечатление, что тенденция там крайне негативная. То есть сначала ты выигрываешь, тебе дают денег порадоваться, а потом тебя тихонечко гасят. А деньги возвращаются в оборот для следующей лотереи. У меня предположение, что эти люди, как истинно бедные люди, покупают мясо на всё. И у них потом случается заворот кишок, тромбы в сосудах. Ну, вот это всё. Ну, подожди, на 500 миллионов мясо всё-таки не купишь, ну, типа, это нужно быть сумасшедшим, и то тебе столько не продадут, тупо. Куда-то же эти деньги деваются, в конце концов. Смотри, у меня есть 500 миллионов, я тупое быдло. И я каждый день хожу на самый элитный рынок города. Хотя нет, уже не хожу. Я нанимаю себе домработницу. Нет, хотя нет, если я тупое нищее быдло, всё-таки я хожу сам, выбираю, подешевле, но покупаю сразу 5 кило. И вот только мясо, 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 мясо. Оп! Инфаркт. Или инсульт. Да как раз, вот, минус для начала сошёл бы, раз у нас уже 100 миллионов тут, как стартовый капитал обсуждается. Как только у нас появится 100 миллионов... Я тут предложил схему с кредитами, перекредитами и доверенными лицами. Но Смоук так и не понял эту схему. Как у банков отжать 100 лямов. Нам в прошлый раз правильно писали про эргономику. Нужно как-то момент улучшить, воспользоваться какой-то ситуацией, когда это вызовет слишком большую путаницу, и нас не смогут сразу достать. А когда смогут, уже всё будет поздно. Не, ну есть ещё вариант такой. Значит-то мы заселяемся в, скажем так, в Ебеня, где никого нет, без инфраструктуры, без всего, без документов, без покупки земли, полностью нелегально, и начинаем творить там что-то по фильму «Трансценденс». Правда, в начале этого фильма девка приехала и выкупила там целый городок, и они эту хуйню начали там делать как бы на законных основаниях. Мы могли бы сделать то же самое на не очень законных. Когда мы таким образом заработаем 100 лямов, вот, можно уже и легализоваться начать. Так, значит, нам говорят какой-то ужупис. Я не знаю, что за ужупис. Надеюсь, это не шутка какая-то. Я вот тут подумал, на 100 миллионов можно тупо заказать ракету и улететь строить всё это дерьмо на орбиту. Ну вот. Естественно, я имею в виду 100 миллионов долларов. Экспедиция на Марс стала важной для нас! Ну вот, кстати, Марс. Марс было бы неплохо. Картошки туда привезти и выращивать. Правда, нам купола понадобятся. Ну, купола можно из этого, из полиэтилена сделать. Как шалаш зимний. И выращивать там картофан. Я думаю, вполне прокатит. Я такое хотел сделать, столько же на земле, чтобы с воздухом не возиться. Вот нам пишут. В Швитых Штатах продаётся город же. Недавно новость была. Да, вот тут у нас, вот выше была ссылка на продающееся фермерское хозяйство за 19 лямов. Вопрос лишь в деньгах. Так-то можно и остров купить. Острова частные вполне продаются. И там ты можешь сделать всё, что угодно. То есть, там просто даже торговых путей каких-то рядом нет. Маршрутов, кораблей. Ты туда просто приплываешь. Твой остров, это твой остров. Хоть тебя знает, что ты там. Но я не думаю, что позволит как-то взять и сделать это в своей собственной личной территории, как государство. Но для начала можно так. А как ты относишься к фильму «Трансценденс»? А я не помню этот фильм. Так что никак не отношусь. Ну ладно. Бля, в одном фильме выращивание картофана на Марсе плохо кончилось. Разве? Там же хэппи-энд был. Я больше скажу, само по себе выращивание картофана там кончилось очень даже хорошо. Потому что он вырос. Да. Полная подеба. Так, еда распечатана на 3D-принтере. Еду можно не только сварить или пожарить, но и напечатать на 3D-принтере. Ведь это быстро, удобно и необычно. Такой концепт существует уже несколько лет. И учёные прогнозируют, что в ближайшем будущем подобные устройства появятся на каждой кухне. На данный момент печать блюд на 3D-принтере занимает совсем немного времени. Например, для приготовления шоколадного десерта необходимо около 10 минут. У меня от тебя одна шутка, вроде как претендующая даже на историческую. То, что... Ой, я уже не помню, с кем это было. Вот сколько требуется, чтобы приготовить стейк? Не знаю. Так вот, шутка была... Я уже не помню, про кого. Но едет, в общем, правительница, смотрит, народ бастует, чего-то там требует, виллы. Вот. Она такая... Чё хотят-то вообще? Чё народ вылез? А ей такие... Ну, хлеба хотят, хлеба нет. В чём проблема? Пускай пирожные едят. Да, помню этот анекдот. Вот примерно так же и здесь. Ну, мы будем питаться исключительно шоколадными десертами. Я вот тут подумал насчёт 3D-принтеров. Нам нужен какой-нибудь совершенный 3D-принтер, который может печатать всё, что угодно и очень быстро. Это вот как я недавно, относительно недавно посмотрел фильм «Блам», ну, который по манге одноимённый. И я заметил там такую забавную штуку. Какой-то репродуктивный цех. Ну, типа, цех, в котором можно по чертежам просто из какой-то жижи сделать что угодно. Это где батончики делали? Да, это там, где батончики делали. Вот они этих батончиков-то, кстати, и наделали. Помнишь, там прям дохуя их было? Да, да, да. Между прочим... Вот нам бы такой цех. Вот квантовый 3D-принтер. Ты знаешь, вот как вот в этом аниме, примерно так фотонные принтеры и работают сейчас. Правда, к сожалению, печатают только одной и той же смолой. Ну вот да. Нужно, чтобы там было замешано какое-то ядерное ассамблирование, чтобы там можно было элементы создавать из этой жижи любые... Фотонные принтеры сейчас собирают объект на уровне молекул. Послушай, они собирают объект на уровне молекул, но это не то же самое, что ядерное ассамблирование. Ядерное ассамблирование, когда ты создаёшь элементы, а не молекулы. Причём молекулы-то у тебя в фотоном принтере готовы, и технология там, будем честны, довольно простая. Никаких там сложных супер каких-то вычислительных процессов не замешано. Вот, а я имею в виду, что вот если бы могли собирать органику и неорганику, хотя бы в ограниченных каких-то количествах, это уже был бы совершенно другой уровень. Ну, вообще-то органику мы уже можем собирать. Вон, сердце работающее распечатали. А это по-другому работает. Там не печать применяется совсем. Там применяется самостоятельный рост из соматических клеток. Нет, там именно что напечатали. Именно биотканью, и потом вот оно завелось. Именно принтером. Ты не совсем понимаешь, как оно там работает. Они печатали на 3D-принтере основу. А как ты думаешь, кровеносные сосуды? Я вот помню эту историю, например, там ухо напечатали. Но чтобы ухо работало как ухо, ему нужна какая-то кровеносная сеть, какие-то нервные какие-то окончания, огромное количество разной хуйни, которая сама по себе напечатана, ну, если и может быть, то в очень далеком будущем пока что для меня. Оно просто само там дорастало, потом кровь пустили, и оно заработало. Так-то они печатали в основном основу. И если не подложку вообще. Вот пишут, добавьте в постройки коллайдер. Как я в случае с АЭС сказал, Анончик, возможно, время для этого придет. Мы живем в динамическом мире. Я думаю, коллайдер нам не нужен. У нас уже есть один большой адронный коллайдер, и он уже, по сути, исчерпал себя на данном уровне энергетических взаимодействий. Потому что там уже на этом уровне каких-то особых новых частиц не особо наблюдается. Ему нужны какие-то энергии на порядок выше, чтобы продвинуть исследование. А это, блядь, уже надо строить, знаете, какую огромную ебу. Это пиздец. Короче, не нужна эта херня. Она уже, по сути, слишком маленький КПД имеет. И она вообще сейчас уже без задачи. Нужна какая-то совершенно новая технология. Например, технология терморектального ускорения частиц. Я думаю, такое бы многим понравилось. Вот нам пишут. Органика простая до безумия. Тайвань и прочая Азия на полимерах держится. А значит... Вот полимеры, особенно светоактивированные, активируемые, это сейчас такая горячая тема. Если у тебя есть технология производства полимеров, особенно фотоактивируемых, из органики, срочно... Даже не давай её нам. Вон, станция Узловая. Я кидал ссылку. Узловая.ру. Особая экономическая зона. Один как раз там строится химический завод полимеров, как раз. Второй завод композитов. Там два завода сейчас строятся. Можешь построить там себе третий завод. Рядом с моим битерском будешь. Если ты считаешь, что органика это просто. Начинай. Нам тут кинули ссылку, типа, ну хуй знает. Там ссылка, типа, американские учёные разработали метод 3D-печати кровеносных сосудов. Но, что, сука, характерно, по ссылке 404. И что-то я не уверен, что можно набирать сайту 3D-пульс без шифрования. Дай ссылку на какой-нибудь оригинальный источник. Почитаем. Ну, мне, например, известно то, что есть печать, вернее, не печать, а наполнение листиков. Скаффолдов. Ну, что-то есть такое. Но ты же сам понимаешь, на каком уровне это всё находится пока. Ну, да. Принцип получения полимеров простейший. Можно комбинировать бесконечное количество раз элементы в цепочках. А нончик, начинай. Ещё раз. Если ты получишь какую-то жижу, например, для фотоактивации, бля, это охуенно будет. Ты знаешь, сколько эпоксидка с фотоактиватором стоит? Она стоит литр 50 баксов. Если тебе это просто, давай. Причём литр за 50 баксов, это самая дешёвая, говённая, вонючая китайская смола. Оригиналы стоят где-то в районе 50 баксов за пол-литра. Так, нам пишут, и Элса есть же, например, Сайлент и ему подобные заменители. Есть, но, во-первых, состав неизвестен. Во-вторых, дорого. Ну, типа, соя и чечевица, Сайлент. Хотя я недавно читал одну замечательную историю человека, который пять лет пил Сайлент, и в итоге превратился в какого-то монстра нахуй. Там где-то на бордах выкладывали печальную историю одним трэдшотом. Так, вот предлагают химлабораторию добавить. у нас, значит, давайте в Хакспейс-воркшоп добавим просто биологический микроскоп для анализа крови, например. Собирать гвозди. Для анализа семян. Если вы не знаете, на селекционных фермах микроскопы всегда есть. Там рассматривают семечка вдоль-поперек, как только могут. измеряют все, что только можно. Вот. И, значится, нам в образование... Так, а что мы, собственно, будем изучать? Ну, вообще, нам надо бы изучать белки. Но микроскоп там для этого не пригодится. Вообще, нам нужно... Агро... Так, давайте сделаем так. Агрохимия. И здесь гер... Гер... Как пишется? Гербициды или гербециды? Гербициды. 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 Инсекти... Циды. И... Фунги... Циды. Я все правильно написал? Ну, вроде да. Вот. Это обязательно. Сайленд, кстати, не сильно дороже, чем среднестатистическая сумма тратится на еду. Не бомж пакет, а именно средняя еда. С мясом или рыбой даже. Анончик, если это с мясом или рыбой, нахер тогда нужен... Эээ... Сайленд. Добавь еще пестициды и бактерициды. Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте, вас слышно. Ну, хорошо. Я просто хотел добавить, что если вы собираетесь строить нелегально, строится нелегально в России, то вам нужна древесина. Мародерство древесина сейчас сильно смотрит в Сибири и на восточных краях, так что туда лучше не идти строиться. Но, в принципе, лучше выкупить заброшенную какую-нибудь деревню, и там строится куда легче. И уже там заложена инфраструктура, хоть и плохая. Ну, оттуда лучше начать просто-напросто. Есть куча... Если есть инфраструктура, то это сильно удорожает кадастровую стоимость. Да, что-то деревень... Деревень-то в нашей стране с инфраструктурой не так уж и много, на самом деле. Типа, это уже называется не деревня, а ПГТ. А вот где деревня, там вся инфраструктура, это максимум пара вырытых колодцев, дорога и, ну, такие себе домики. Типа, местами полуразвалившиеся. Ну, что лучше сделать, это эти домики распилить на древесину, это обойдется дешевле, чем покупать древесину от производителей или от самих лесорубов. Послушай, а вот ты говоришь, типа, воровство древесины карается, а если я дом спилю на древесину, то это не карается, да? Ну, если выкупишь всю деревню, то нет. А почему я не могу выкупить участок с лесом, а? Вообще, есть несколько типов... Ну, так тоже можно. Вообще, ты можешь... Но так больше стоит. Ну, не совсем, смотрите. Есть типы леса под лесозаготовки, но опять-таки с высокой стоимостью по кадастру. Есть лес, который ты можешь, ну, как бы не имеешь права выпиливать, но тут есть такой момент, что если в древесине более 15% гнили, то ты, в принципе, полное право имеешь эту древесину, собственно, валить. Ну, это уже работа егеря, и фактически ты работаешь как бы не выпиливальщиком древесины, а обычным вот санитаром леса. Ну, и есть еще такой третий нюанс, то, что почти, ну, по крайней мере, в близ населенных пунктах все леса имеют такой статус, как принадлежит общественно чего-то там организациям. То есть все леса как бы уже поделены. Ну, да. Тогда нам надо скупать тех, кто купил леса. Начинай! Я думаю, в девяностых так все и работало. А на сколькие фирмы стоят, на сколькие будут у вас у фирмы сегодня? Да всегда! У нас будет миллионы лесопилки относительно недорого продают древесину, если сравнивать с выкупом леса и получением лицензии на сруб. Еще нужно покупать землю, которая не станет иметь риск, ну, прогар, в смысле, которая не слишком близко к другим лесам, которые, ну, могут прогореть. Ну, которая не близко к турфе, ну, что-то типа этого. Ты имеешь в виду борьбу с огнем? Не, я имею в виду, что нужно подальше от мест, в которых повышенный риск огня. Там турфы, ну, высохшие степи. Подальше от океанников, подальше от заболоченных нужно быть, конечно. А, ребята, вот вы когда построите ваш гитарск, вы планируете, планируете туда закупать продукты, там, из магазина? Ни в коем случае. Почему? Ну, скажем, горошек можно, конечно, и купить несколько мешков, но остальное-то зачем нам закупать? Ну, вот всякие, там, продукты из лишества, типа шоколада, конфет, чай. Шоколад можно сделать, ну, зная как, в принципе. Разные шоколады, там, с разными вкусами, там, конфеты всякие, там, и прочие слабости, например, кондитерские изделия. Почему в твоем случае? Ну, лично, если ты ко мне придешь с запросом конфет, шоколады, там, с банановым вкусом, я покручу пальцем у виска. Но тебе ничто не мешает заработать денег, например, на фрилансе, или еще каким-то образом поехать в город и накупить себе и шоколаду, и мармеладу. Нет, я вот, я не к этому вел, а к тому, что сейчас некоторые продукты считаются зашкварными, потому что они бюджетные ценовой стоимости. Как вы к этому относитесь? Я не очень понимаю, как это относится к нашей идее вообще. Ну, если у вас, если вы будете закупать, то вы будете закупать нормальные продукты и, там, разные... Мы будем закупать продуктов по минимуму. Начнем с того. В принципе, что можно сделать, это, так как у нас у людей много, можно сразу пойти к производителю данных шоколадок и попросить создать транзитную линию, если тебе так сильно нужны шоколады. Но ради одного человека транзитную линию как-то не особенно выгодно, я считаю. Не, ну, если будет много людей, которым нужен шоколад, там, все такое, то бишь это не, ну, невозможно, вот. Ну, просто если вы будете жить, там, в каких-то степенях, то в магазинах рядом, скорее всего, не будет, и придется ездить из леса в город, там, и это все максимум неудобно. Почему? Есть соседние фермы, можно создать свою ферму, а из деревень, в принципе, можно накупить вещей достаточно, если с местными, в общем-то говоря. Ну, супермаркеты это часть жизни современного человека, и если их нет, то... Это, это ты только так думаешь. В принципе, я прожил около трех месяцев в деревне без супермаркета, и было вполне нормально. У меня супермаркеты появились вот последние лет пять. Ну, ладно, надо. Ну, вот у меня сейчас нету таких хороших магазинов, и это грустно, вот скажу. Ну, хочешь, можем построить у Байкала. Будем выезжать к Байкалу и ловить омуты. Вот тут там хороший вопрос написали. Челноков не боишься? Как в совке начнется фарцовка? Вот. Я даже не знаю. С одной стороны, как бы не хотелось, чтобы кто-то там челночил. А с другой стороны, нет какое дело. У людей денег нету. Бонусы работают только на внутреннем нашем рынке. Значит, если кто-то появился ебанутый с личным автотранспортом, ну что, пускай приезжает, пускай торгует там молочком за деньги, когда это же молочко можно взять в коровнике бесплатно. Ну что, пускай начинают. Интересно посмотреть на это. А вам не кажется, что эта идея, там, вы на несколько лет, лет на 20, отправитесь в средневековье? Потому что не сможете пользоваться всеми благами цивилизации. Например, какими? Например, покупая заводские продукты, а выращивая только свое. Их очень... То есть, это будет неудобно потреблять. Так свои это как раз удобнее потреблять. Хочешь помидорчиков, огурчиков? Тебе не нужно пиздовать в магазин, ты идешь на грядку. Срываешь. Оно вот прямо вот дышит здоровьем. Это тебе так кажется, на самом деле. Это некоторый продукт, короче, который в публикатном виде. Пельмешки. Слушай, что можно сделать? Можно создать большие цехи. Это сделать сейчас очень легко. У нас и будет индустрия, потому что мы ее просто возьмем импортом. Но у нас есть все знания для того, чтобы это сделать просто-напросто. И у нас будут огромные цехи с большим количеством зерна. С чего хочешь, по большей части. Даже банальное зерно обычно готовить сложнее, чем какой-нибудь полуфабрикат в пакете. А зачем тебе полуфабрикат? Я думаю, что не все. Так, погодите, стоп. Во-первых, зачем нам полуфабрикат? Это раз. Во-вторых, зачем тебе полуфабрикат именно в пакетиках? То есть вы будете сделать столовую общую, где все будут есть коллективно? Да, почему нет? Ясно. Не, если ты себе хочешь приготовить, готовь. Ну, знаешь, готовить что-то в пакетиках, ну, как бы глупо. Это вполне рационально каждый ваш день. Я, честно говоря, не понимаю смысла пакетиков. И да, я, как американский или канадский, как канадское правительство, мог бы, например, запретить полиэтиленовые пакеты в Бетардске. Как вам такая идея? Ну, в принципе, хорошо. Мы все будем носить эти, как-то, рыбачьи, это, блин, забыл. Рыболовные сети. Да, рыболовные сети. Ну, или другие сеточки. Ну, не, а что, сумки-сетки вполне себе были распространены, ничего, все нормально. Просто одна из проблем в Бетардске, это будет утилизация мусора. И если у нас весь мусор это биоотходы, то этот же биомусор просто идет в навозную кучу. А вот если там вдруг начнут появляться коробочки, пакетики или какое-то другое говно, вот это уже проблема. Ну, коробки можно утилизировать. Да и пакетики можно складывать, и бутылки можно не разбивать, но я не очень могу надеяться на совесть сотни человек. Сотни недостаточно для таких промыслов. Ну, надо с чего-то начинать. Вот нам пишут, блага цивилизации, супермаркеты, шоколад, пельмени в пакете. Знаешь, от таких благ я лично могу отказаться. Да ты охуел, как без шоколада-то? Ну вот, я как-то живу. Ну, мы все знаем, как ты живешь. Не, вообще, я тут буквально на днях шароебился по магниту. Я как вот бешеный бегал от одного прилавка к другому и сканировал прилавки на предмет спичек. Я не мог найти спичек. Оказывается, спички сейчас продают в таких вот странных хуёвинах, что ты не понимаешь, что это спички. Это называется спичечный коробок. Нет, как раз я искал спичечные коробки, их вот продают пачками, ну ладно. А тебе, подожди, а тебе в чем их продали? В пакетике, что ли? Мне продали вот такую белую коробочку большую, по виду, которая, ну не поймешь, что там спички. Так... Я, конечно, понимаю, что ты в Омске живешь, ну или где-то там в Ульяновске, но я таких коробочек, честно говоря, даже не видел пока. Ну возьми пять коробков с одной стороны, я даже поставь еще пять коробков, упакуй в бумагу, на бумаге ничего не пиши. А, ты сразу десять коробков купил? Тогда я... Да, меньше не продают. Ну не знаю, я покупал там по одному, по два коробка, ничего. Ну ладно, не в этом дело. Широебился, широебился и увидел рулеты шоколадные. Я эти рулеты в девяностых просто обожал. Это вот... Это называется блок спичек, окей. Значит, вот эти вот рулеты, там бисквит с шоколадной или с клубничной пропиткой. Это божественно! Это круто! Но я не купил. Упаковка вот этого большого, вкусного рулета стоила 32 рубля. Мне что-то подумалось, что печень дороже. Ну да. У меня вопрос в администрацию поселения. Представительницы женского пола для продолжения рода и сопутствующих поручений у вас будут? Анончик, не могу знать. Вот все, что мы описываем про делдачные, про курсы штукатуров и все остальное, это вот то, что я могу как бы сделать сам. Или как бы имею представление, как это сделать. Вот как тебе представительниц женского пола завести, я не знаю. Потому что представительницы женского пола это тоже личности, а свобода личности у нас вот как бы гарантируется. Поэтому, увы, с другой стороны у нас предполагается конюшня. Там будут лошадки, пони. Ну ты понял. Не, легче, но с женщинами в принципе первые 20 лет это вообще-то будет вовсе не важно. А потом в принципе можно их будет привлекать с совершенно другой инфраструктурой. Ну, понимаешь, да? Ну, просто сначала, конечно же, будет очень мало женщин, особенно если мы создаем Петардск. Но, в принципе, если идея разгонится и у нас будет, в принципе, прибыль в казне, ну и мы будем развиваться очень быстро, то тогда мы не только внимание женщин придем. В принципе, к нам будут приезжать искать работу и вообще много чего делать. Вот поэтому я уже изначально планирую, что можно бы заселять цыган. Сделали. Ну, у цыган просто цели другие, понимаешь? Ну, они тоже скажут, слючай, работать хотим, да? Ну, это можно... Вот они-то и будут размножаться. Ну вот, да, именно. Не, ну, в принципе, если они сюда приехали работать, то можно дать им типа визы. Но только нужно сделать так, чтобы они не превышали 50% населения. Вот, уже какие-то визы пошли. Вот хоть в одном треде, на том самом, могли бы представить, что мы бы начали обсуждать визы. Что за тред? Ну, это было 10 лет назад, где, собственно, и родились идея бетардская. Ладно. Вот нам пишут, коробочки-пакетики это бесплатное топливо для булерьяна, а органика компостная куча. Червячки-еда для ежей. Переработаем все. К сожалению, к великому сожалению, коробочки-пакетики это еще стабилизаторы, это еще свинец, это еще краска. Поэтому топливом это... Не, ну, в принципе, можно как топливо, только не для бурьяна. Но выбирай, или ты будешь бурьян травить этим, или будешь этим травить свои легкие. Я бы это сжигать не стал. Такая вот хуйня. Вот. Также самая, кстати, проблема с отходами лесопилки. Например, можно делать, брать опилки и использовать их в качестве мульчи. Можно туда мешать эти опилки с говном, получать компост. Можно на опилках пытаться выращивать грибы. Вот. Это все экологически чистое производство. Но, вот как ты написал, ДВП, ДСП, есть клееная фанера. В принципе, этим занимаются многие мастерские. Но это уже химия. Что делать с такой древесиной? Что делать с опилками, которые пришли, например, от клеенной фанеры? Непонятно, куда все это девать. Вот так. А, кстати, насчет химии. Ну, нам нужно тоже создать экспорт продуктов и их продавать. Экспорт, как и импорт, у нас немножечко затруднен. Потому что, по изначальной идее, мы находимся в 100 километрах от ближайшего населенного пункта. Поэтому у тебя будут сложности с логистикой. Как для импорта, так и для экспорта. А так у нас есть... Ой, а что так далеко? Ну, а зачем ближе ставить? Для логистики. Вот тут уже как бы вырастает такой момент, что лесопилку надо как-то отдельно. Производственные мощности отдельно. Жилищный фонд отдельно. А это уже не так просто. У нас уже вместо одного города получается целых три. Ну, а зачем целый город отделять для лесопилок? Ну, скажем так, если ты хочешь это легально оформлять, то тебе нужно проводить межевание для трех зон вместо одной. Так, а это нельзя просто вывести как зона промышленного производства? Зоны промышленного производства. Зоны сельхозназначения. Зоны строительства. Тот же самое ИЖС. Это все определяется кадастром. Все эти типы уже там есть. В принципе, в теории можно попытаться за какие-то большие нереальные деньги перевести землю из сельхозназначения, например, в промзону. Но я не знаю, во-первых, как это. Вот до 2014 года это можно было сделать примерно так. Алло, администрация, у меня тут есть земля 100 гектаров, и это была пашня. Но мне сейчас все заебало, и я вот решил сделать ядерный реактор. А администрация такая, ну ладно. И все, ты можешь строить ядерный реактор. С 2014 года все, так делать нельзя. Есть теперь классификатор видов деятельности. И вот сейчас все на него завязано. Жалко. Так, культурный экспорт будет, и логистика не нужна. Конечно, конечно, смотри. Это вот у нас есть раздел экономика. Вот. И у нас есть монетизация. У нас будет день костюмированных шоу. Мини-сценки с участием гостей. Кстати, что-то мы повторяем еще. А, вот. Юриспруденция, внешнее прикрытие. Мы можем сделать тематический парк для иностранцев с национальными костюмами и деревню эльфов. Ну, лучше не эльфов, потому что это слишком банально. Предлагай кого? Ну, лучше создать своих существ. Тут проблемы с фантазией. Кого именно мы будем создавать? Ну, блин, у тебя есть ребенок какой-нибудь? Ну, спроси его. Он тебе создаст. Деревня смурфиков. Анончик смурфики – это копирайт. Нельзя. Потому что основной источник денег – это иностранные туристы. Ну, ты понял. Так, вот нам тут пишут. Женский пол будем выменивать на ежатину в Северной Корее. У них денег нет, поэтому будут поставлять рабочую силу для работы на ежатине и полового употребления. Девственниц. Ну, как тебе сказать. Я думаю, что языковой барьер не позволит тебе вот с этим все хорошо делать. Кстати, нам нужны англоязычные говорящие, где у нас социальные гарантии, бесплатное обучение, разговорный американский язык. Нам нужен именно разговорный американский… Нет, не так. Центр разговорного американского английского. Кажется, это так называлось. Хотя сейчас мало эту шутку кто вспомнит. А ведь известный человек был. Столько людей ему смерти желало. Сделаем бутлек. Будут зеленые сморфики. Национальный костюм как будет выглядеть? Всем неуклонно будет сварить шорты в кастрюльке? Да, как-то так. Хоть кто-нибудь здесь помнит центр разговорного американского английского, а? Ну, я знаю английский. Нет, тут шутка именно в центре разговорного американского английского. А, типа непроизносимый? Нет, просто был один человек с реальным вот центром разговорного американского, который всех заебал. Это, правда, было в начале двухтысячных. Вот, но... Достаточно интересная личность была. Это был такой мемасик своего времени. Так, что тут нам написали? Ммм... Так... Значит, са... КАМАЗ БУ за пару сотен, думаю, можно идти. Понимаешь, пару сотен туда, пару сотен сюда, пару сотен там на артезианскую скважину, пару сотен на КАМАЗ. У нас пока нету пари сотен! Предлагаю министерство рейтингов, как-то связанное с карательной службой. Уже есть. Так, кушаю пюре картошки с пакета. Стоит копейки, а вкус-то надо только водой залить. А Нончик, идешь, дачится в столовку, в нашу, и говоришь бабе сраки, хочу картошки. А она тебе так ложки, хуяк, ты прямо хуеваешь с этого. Кстати, ты мне предлагал выращивать. Так вот, не знаю как у вас, у нас может до трех... Ага, понятно. Множко количество жителей Бетарска, ну ты понял. Так, проще канализацию прорыть раз. А Нончик, проблема канализации в том, что ее нужно содержать. Это не разовая постройка, вот в чем проблема. Зимой она может промерзнуть. Если ты не будешь соблюдать условия, можно наткнуться на то, что трубы у тебя полопаются. Так что проще говно в пакетиках носить как-то. Так, колония шизиков. Не приветствуются психически больные. Да. Так, крыса в плане погоны в гражданском и прочие наводчики. Вот для этого у Бетарска должна быть какая-то система иммунитета. Погоны в гражданском. Как это называется? Погоны в гражданском. Кстати, погоны в гражданском. Вот. Очень штука такая распространенная нынче. Так и сантехники нахуя? Ну, вдруг понадобится. У нас водопровод все-таки будет. Так. Давайте еще проще. Белый список и все, кто в него не входит, идут нахуй. А те, кто входит, те разрешены, но не являются нежелательными, нелюбимыми. Они просто могут быть и все. Нет, так дело не пойдет. Так. Посмотрите на этого гряда строителя. Больной не желает видеть больных. Да. Я хочу быть одним больным. Это я придумал. Так. Думаю, имеется в виду, что больные-то всякие спины туберкулезники, как прямая игра здоровья остальных. Совершенно верно. Так. Готовое решение. Земля 10 гектаров. Чек. Забор. Чек. Бараки общей площадью 3440 метров. Чек. Трактор. Чек. УАЗ. Чек. Двухрядная картофель и сажалка. Чек. Плуг трехсекционный. Чек. Всего 19 800 тысяч рублей. Анончик. Берешь кредит на 19 800 рублей. Нас всех позовешь. Мы к тебе приедем. С радостью. Так. Что тут нам еще писали? Что-то писали. Так. На островах плохо с почвы. Остров тропический. Тут тайфуны налетают. Так. Так. Что там еще написали? Написали. А давайте нулечеблять похитим и заставим делать свой охуительный эксперимент. Заодно он подскажет что нам нужно из реагентов и оборудования. На. Чи. Най. Как языком читать так про ссылки не вспоминаю. Как прислали ссылку так сразу не работает. Сайт плохой и вообще давайте мне живого ученого. Гугл открою. Он забит ссылками про печать кровеносных сосудов. Забирай его в свой обитарец и не выпускай никогда. Он подходит по всем параметрам. Заберу всех. Так. У нас будет миллион. Лесопилки относительно недорого продают древесину. Так. Горошек можно купить и ежать на своя домашняя парная. Так. Что-то там было. Та-та-та-та-там. Предлагаю детские железные дороги, а еще ежик лэнд. Дети смогут поиграть с ежами, помучать их, а взрослые смогут подрочить на то, как в чугунки из печки из живого ежа вытапливают сало. Ну даже не знаю. Так. Значит со внешней экономикой. Это наверное идет во внешнюю экономику. Ежик лэнд. Значит здесь у нас будет контактный... Лучше просто написать зоопарк. Контактный зоопарк в ежик лэнде. Что-то еще нужно было блюдо из ежиков. Так. Значит со... Ммм... Детские же железные дороги. Все окей будет. Нам пишут, проще говоря, нужна крыша. Ай, с этим как раз все сложно. Пишут, проиграл с контактного зоопарка. Ну, написали, что как раз помучать ежей. Все как есть. С контактным зоопарком трудно будет из-за инфекции. Ну а как ты еще ежей помучаешь? Мучить ежей это и называется контактный зоопарк. Ну, просто допустим, к вам приедут присты, они получат инфекцию и начнут судиться с вами. Тут гораздо хуже то, что приедут к нам и нас заразят. Нет, тоже может быть. Еще нужно... А, нужно создать жесткую миграционную систему. А, да. Ты опять за визы? Ну, это очень удобная вещь. Я, в принципе, очень люблю такие, ну, визы. А что? У нас просто есть замечательный пункт уже создавался. Разыгрывать в интернетах грин карту на владельца которой регать новые гектары земли и кредиты. А разыгрывать на что там? Тест проходишь или... Ну, ты лотерею грин карты знаешь? А, так что ли? Ну вот, если выиграешь, на тебя оформляют новые гектары и кредиты. Ну, это слегка рискованно, мне кажется. Потому что можно, ну, кого угодно заселить, получается. Ну, в принципе, это единичный случай, так что не особо важно. Вот нам пишут, да, давайте выдавать временное гражданство, проще будет пидорнуть при случае. Вот нам пишут, погодите, а что планируется, поселение город или государство? То, значит, Бетарское город, а речь идет за визы. Визы. Смотри, предполагается маленькая коммуна, маленькое поселение. Изначально планируется 10 гектар всего. Нам не нужно каких-то огромных площадей. Кстати, именно поэтому, наверное, пшеницу придется закупать. Потому что на 10 гектарах много пшеницы ты особенно не вырастешь. Ну, разве что совсем чуть-чуть, чуть-чуть для личного потребления. Вот, в основном придется закупать. Поэтому, скорее всего, пшеницу будет растить экономически невыгодно. В общем, маленькое, я бы сказал, крохотное коммунное поселение на 10 гектарах. Но, вопрос, кто там может жить? Кого пускать, кого не пускать? И вот тут как раз мы и решаем, например, давать кому-то визу. То есть, человек оплачивает визу, например, одноразовую, многоразовую визу на обучение. И мы, скажем так, даем право ему пожить. Хотя я, честно говоря, предлагал пускать всех желающих. У нас социальные гарантии имеются. У нас вот огромный пункт социальных гарантий, который мы сегодня напилили. У нас будет вот все предоставляться практически на халяву. Так, надо свернуть. Слишком большой, разросшийся. У нас будет, в общем, много чего у нас будет. И вот предполагается, что это будет для всех бесплатно, для всех желающих. Но, вот тут предлагают все-таки ограничить людей. Вот пишут, какие ограничения? Я хочу лишь, чтобы не было больных людей. То есть, если у тебя туберкулез, если у тебя там сифилис, извини, тебе не к нам. Вот нам еще предлагают пункт. Всех пускать, никого не упускать. Это тоже хороший вариант. Слабое сердце, но слабое сердце других не заражает, поэтому добро пожаловать. Главное, чтобы ты не окочурился или не окочурилась. Так, что тут нам написали? У нас для ежей будет ветеринарная служба. Ведь мы их будем выращивать для еды. Наши ежики самые здоровые и чистые. Главное, чтобы приезжие рахиты их не заразили. Так и я об том же ж. Так, я пропустил. Электричество предусмотрено? Да. Но пока мы не знаем, какое. В принципе, мы можем потратить полляма и использовать электричество от ближайший ЛЭП. Вот. Но с нашим государством играть в такие шутки как-то может быть напряжно. Вот. Поэтому, скорее всего, ветряки и солнечные панели. Министра промышленности назначили уже? Пока нет. Это, кстати, одна из самых больших проблем вот этой майндмапы, которая сейчас. Потому что социальные гарантии вот у нас предоставляются. А кто что будет делать, пока непонятно. Вот. Вроде как и делать ничего не надо. По крайней мере, никто ничего не хочет делать. А если придется своим токарным фрезерным станком? Твой токарный фрезерный станок мы поставим в наш Hackspace workshop. И каждый будет иметь к нему доступ по мере надобности. Как-то так. Какие тебе преференции за токарный фрезерный станок? Я не знаю. Кроме разве что приоритетного доступа к нему. Ну и, видимо, если ты поставишь свой токарный фрезерный станок, то, видимо, ты будешь обязан за ним следить. Я предполагаю, что так. Мне кажется, этот вопрос задавался в привязке к электричеству. То есть, то, что токарный фрезерный станок не очень удобно будет питать от солнышка или от ветряков. А, понятно. Я просто, вот, у меня просто на заводе всякие лазерные установки. Они, кстати, совершенно немного жрут. В том числе и фрезеры там, там они с микрошагами, там они, в общем, крошечные потребления. Значит, повторюсь, если будет высоковольтка от Lab, в принципе, пожалуйста. Если не будет, ну, видимо, какое-то единичное ограниченное использование. Увы. А мы разве не донатим все в общей, как бы, производительности? Ну да, я же говорю. Вот эти станки пойдут в общий Huxpace воркшоп. Ну, тогда нужен человек, который за всем этим будет следить, а не то, что все за своим будут следить. Нет, вот смотри, ты поставил, значит, со своей станки, за ними ты и следишь. Но ты хочешь следить там за осциллографами, доильными аппаратами и прочим оборудованием, в котором даже не разбираешься? Ну, можно же натренировать кого-нибудь, кто будет разбираться? Конечно, можно. И, скорее всего, как раз и будет этот самый человек, который является владельцем аппаратуры. Ну, просто, мне кажется, что легче будет распределить роли, как бы, более систематично, наверное. Что значит более систематично? Ну, просто, если каждый будут следить за своим, то тогда у них не будет времени на другие дела, допустим. Не, мы не говорим о охране. Мы говорим о том, что вот человек будет обслуживать свое оборудование. А, ну да, тогда это меняет смысл. Нужен смотрящий за станками, чтобы никого на вал не намотало. Ну, вот меня пыталось намотать на вал, ничего, живой, все хорошо. На станках защита, к счастью, была. Вот. Когда я туда пальцами полез, вот, все, в общем, все хорошо закончилось. Я с пальцами еще. Так, у нас, так, как будет выглядеть финансовая система? Какая валюта будет в Бетардске? Так, давайте это запишем сюда. Я, в принципе, у нас есть внутренняя экономика, социум экономика, внутренняя. У нас есть производство, у нас есть своя собственная валюта, бонусы. Значит, давайте ее будем развивать. Возможно, она будет на блокчейне. Предположительно, бонусы не тратятся. Значится, гиперинфляция в первое время. Значится, по аналогии с временными рублями. Я забыл автора, который, собственно, придумывал эти самые временные рубли. Как же она называла... Была целая экономика на этом построенная. Я вот забыл. Там все процветало. Именно там... Там, правда, была не гиперинфляция. Там деньги сами по себе обесценивались со временем. То есть, если ты получил зарплату, то в течение трех месяцев ты их можешь потратить. А если ты их не потратил, то на четвертый месяц у тебя от них остается, скажем, 90%. На пятый месяц 80%, ну и так далее. Механизм схожий с гиперинфляцией. Какой ужас. Я не помню, как эти временные рубли назывались. Но экономика при такой схеме как раз процветает. Потому что никто не хранит свои рубли, свою, грубо говоря, энергию под матрасом. Никто не хочет терять свое заработанное, поэтому инвестируют друг в дружку. Соответственно, при таком подходе производство чего угодно просто цветет и пахнет. Грубо говоря, вспоминай 90-е, когда была гиперинфляция в этой стране. Покупали абсолютно любое говно. Все финансировано. Просто если ты что-то не купишь, то считай, завтра твоих денег не будет. Собственно, в 90-х, поэтому любой бизнес как бы и цвел и пах. Пока владельца не убивали. Да, точно! Деньги Гезеля. Деньги Гезеля. А то, что доебал, ну извини, вот склеротиком стал. Так, значит, бонусы дают дополнительные возможности поверх бесплатного минимума. Так, что тут нам написано? А что насчет бюджета города? Он будет в другой валюте работать? Не понял. Ну, у города же будет бюджет. Он должен быть основан на чем-то... У нас экономика разделена на внутреннюю и внешнюю. Понятно. Ну, а у вас жить будет майор, да? У вас жить будет кто-нибудь, кто будет, в общем-то говоря, главным распределителем того, что строится и где строится? Вообще-то нет. Потому что, смотри, социальный минимум, он абсолютно бесплатный. Например, ты хочешь на халяву пожрать, ну, супа, допустим. Вот. Зачем тебе его распределять? Зачем тебе его контролировать? Мне его контролировать? Мы тебе наливаем суп. Ты такой, еще хочу. Ну, ладно, жри. Еще хочу. Ладно, жри. Ну, в конце концов, ну, обожрешься ты им. И мы больших, как бы, трат на это не понесем. Если тебе нужно одежду, пожалуйста, мы тебе дадим одежду. Порвешь ты на себе тельняшку, ладно, тебе мы выдадим еще одну. Это небольшие ресурсы. Это крохи. Вот это мы можем позволить. Но если ты неадекватный, шизик, мы тебя просто выгоним. Ага, тогда ты просто рассчитываешь на то, что все будут адекватны. А не с адекватными, извините, лучше не жить. Ну, они являются и исчезают. Не, ну, смотри, понятие адекватности, оно тоже достаточно размытое. Меня вот тысячи людей называют неадекватным, ничего, я привык. Ну, а что если, допустим, будет... Ну, допустим, мы создадим что-то, что создает большой air pollution, загрязняет воздух, да. И если данная вещь загрязняет воздух, и все будут строиться от нее подальше. Но что произойдет, что в какой-то момент придется строиться около нее, и при незапланированном, как бы, при незапланированном городе это будет очень трудно. К тому же, может произойти так, что будет несоглашение насчет того, чья земля и, ну, кто где... Так, земля моя, никакой демократии. Вы все арендаторы, или даже гости, так точнее будет, потому что денег я с вас за аренду как бы не беру. Не нравится – иди нахуй. Вот. Что касается вредного производства, я уже приводил пример с лесопилкой. Честно говоря, я не знаю, что с этим делать. Вот. Но, по возможности, никакой химии мы не используем. По возможности, мы не используем что-то такое, что может нанести экологии вред. Почему? Потому что то, чем мы нанесем экологии вред, например, мы какое-то говно прольем на почву, потом нам это же говно жрать со своих же грядок. Оно нам надо. Ну, так вот. Для этого же нужна планировка города. Для этого нужно смотреть, где сбрасывать весь мусор, и можно подальше держаться. Не надо сбрасывать мусор. У нас не будет мусора. Какой мусор ты собрался сваливать? Куда? Ну, те же самые опилки, допустим. Опилки, я еще раз сказал, это или мульча, это или навозная куча, это переработка гранул для топлива. Опилки, это не отходы. Кстати, по рашкинскому законодательству, любая лесопилка обязана перерабатывать опилки. Ну, ладно. В принципе, имеет смысл, да. Опилки, это полезнейшая такая вещь. Ты считаешь это отходом, мусором. Так, какой еще мусор у тебя есть? Ну, в принципе, я думаю, что так или иначе пластиковые пакеты будут появляться. Их будут либо завозить, либо использовать. Ну, и еще будет одежда, которая... Одежда, которая испортилась, это хлопок. Чистый хлопок, ты тоже самое можешь... А что насчет, допустим, пластиковых... Ну, одежды с пластиковыми компонентами, ну, типа этих, спортивных шортах? Ну, предполагается, что такой одежды не будет. Как, собственно, и пакетов, и бутылок. И если уж так получилось, что ты как-то завез себе пластиковые штаны с пластиковыми бутылками, с пластиковыми пакетами, ну, видимо, все-таки сделаем какой-то отдельный полигон захоронения вот этого всего. Но, заметь, всего этого вот на 100 человек жителей должно быть, ну, не знаю, там, килограмм мусора в месяц. Не больше. Ну, ладно. Тогда, в принципе, не должно быть. Весь мусор, который бы генерился таким бетардским, был бы экологичным. Ну, я просто думал, что ты собирался там выходить на тысячи. Не, на тысячи пока рано. А вот для гостей, да, вот это необходимо. Пакеты должны быть бумажные на голову для желающих. Бумага — это целлюлоза, бумага — это экологично. Против бумаги я ничего не имею. А что ты имеешь против загрязнения положительной среды вне радиуса твоей территории? Она вне радиуса моей территории. И что? А, всё. Не, ну какое я отношение имею, например, к космическому мысу, к космическому столу на мысе Канаверал? Он тоже находится за пределами моей территории. Вот есть мыс Канаверал, там вот космические ракеты вот стартуют. Понимаешь? Какой резон избавляться от удобных полиэтиленовых пакетов, если они будут выбрасываться и хвата увозиться за твою территорию? Вполне нормально. Тогда не нужно заниматься всем этим экологичным бредом. А что ж ты? Ещё раз. Весь этот экологичный бред, он на вот этой, собственно, нашей территории, где мы живём. Если ты где-то нашёл бутылку, хуй с тобой, выкинь её там подальше, чтобы она не попала к нам сюда. Если ты хочешь там, не знаю, ртуть где-то лить, пожалуйста, съеби километров на десять отсюда и лей там ртуть, делай всё, что хочешь. Ну, я согласен. Я согласен с этим, но обычные вещи, там типа пакетов полиэтиленовых, они должны быть и просто вывозиться. Их не должно быть, потому что если они есть, то нам нужно постоянно вывозить это ТБО. Если мы это будем постоянно вывозить, мы где-то недалеко от Бетарска очень скоро построим огромную мусорную свалку. И если нам даже штраф за это не выпишут, что, в принципе, хрен с ним, тебе приятно будет жить с большой свалкой рядом. А от неё просто скоро будет вонять. Вот знаешь, вот такая проблема – вонь. Но, к тому же, просто дело принципиальное. Вот, даже если это не твой лес, ты бы стал бы в нем кидать пластиковые бутылки. Мне всё равно ведь лес, но я, скорее, такой быговор, наверное, не прав. Ты знаешь, я бы вполне себе, наверное, клал пластиковые бутылки, но не в лес, а на какой-нибудь поляне. Причём открыто делал это. Ни в коем случае бы не сжигал. Вообще, если говорить конкретно именно о пластиковых бутылках, то можно сделать бутылкой рез и делать, например, из тех же бутылок леску или сырьё для 3D принтера. Умывальник. Умывальник. Или умывальник. Кни... Во! Во! Это. Давайте допишем. У нас же тут есть смешной пунктик про обучение. Вот. Воркшопы, значит, где-то у нас бесплатные работы, бесплатное обучение. Вот. Где у нас тут... А, так, бесплатная работа, выбор проектов для самореализации. Вот оно. Вот. Значатся вещи из пластиковых бутылок. Делать липосакционалом и делать мыло. Это как-то высокотехнологичный, может немного навредить кому-то. А что насчёт зимы? Что? Зима. Что насчёт неё? Зима. Предполагается один утеплённый домик в форме капсульного отеля. Толщина стенки где-то 50 сантиметров. Проложена утеплителем типа стекловаты. Эээээ. Эээээ. Должно хватит. Ну. Не только. Аэээ. Ну. Просто. Понимаешь ли, что… Секунду, я сразу скажу. В таком домике необходимо сделать обогрев. Как его делать, я не знаю. Печка не обогреет 500 капсульных мест, но не обогреет. Нужно будет изобретать какое-то подобие... То можно сделать, в Антарктике сделали. Можно там хранить кучу серверов и электронику, которые будут создавать тепло, которые будут прогревать практически все. Еще можно поставить, в принципе, электрические нагреватели и еще с помощью них нагревать воду. Ты забываешься, это если у нас будет электричество, причем высокой мощности. Ну, да. Но, в принципе, зимой количество солнца увеличено. И, в принципе... Ну, я не знаю, можно ли это все сделать, но кажется, можно. Вот сколько электричества уйдет? Плюс, какой КПД надо было спросить. КПД у этого всего будет крайне низкий. Зато я, например, не отказался бы от Соляр Синтера. Вот это было бы интересно. Вообще, у меня шизо-идея есть. Это как в фильме «Страна великого дракона». Такой хрустальный шарик над дворцом. Помните? Когда спросили, что это такое? А, это солнечная линза. Ведь, по идее, такую линзу можно реально сделать. И это даже не шутка. Можно поставить... Во-первых, я домик скачу в форме круга, как Apple Campus построен. Если кто не видел, погуглите. Это большой-большой такой космический корабль в форме круга. Apple Campus. Вот буквально-буквально недавно его достроили. Так вот, жилой комплекс я хочу в виде такого же круга. На крыше можно... Что-что? Красота. Вот, на крыше можно поставить солнечные трекеры. И если у нас есть солнечные трекеры, мы можем проецировать пучок энергии, причем круглогодично, в какую-то точку. Вот. Так, по такому принципу работают солнечные электростанции. Где-нибудь в Африке. Но это немного сложно. И зимой может быть проблем, потому что трекеры должны двигаться. Если трекер не двигается, или какая-то ошибка трекера, могут быть большие проблемы, потому что проецируемая мощность достаточно высокая. В Африке был момент, что на одной такой станции трекеры в какой-то момент отключились. По какой-то причине не было управления. Вернее, там было, точнее, не совсем так. Там лучом прожгло несколько кобелей, и сфокусированный пучок, в общем, пошел светить не туда, куда надо. Прожгло несколько кобелей, и, ну, там, в общем-то, мощности не детские были. Почему это было, естественно, никто не знает, никто не догадался. По мне, все это очевидно. Просто какое-то время часть зеркал не перенастраивалась. Соответственно, луч пошел отклоняться и начал гулять. Гулять по всей установке, и начал жарить саму станцию. Потому что луч там, ой, я ебу, какой мощности. Так вот, в принципе, такой сфокусированный луч можно было бы спроецировать на линзу. Как вот в фильме «Страна великого дракона». Далее, управляя линзой, можно сделать лучи смерти. Для чего тебе это? Ты не поверишь, с такими лучами смерти можно делать все, что угодно. Ты можешь обогревать весь внутренний дворик такого дома. Причем у тебя зима, а вот в этом дворике у тебя будет лето. Да, про Spellbinder, «Чародей страны великого дракона». С помощью такой линзы ты можешь устраивать, например, сжигание приехавших автомобилей проверок. Это огромный мощности энергетический заряд. И всем этим ты можешь управлять. Можно воду нагревать. Совершенно верно. Повторяюсь, зимой единственное есть проблема. Трекеры на морозе, скорее всего, не смогут работать. А можно как-то сделать так, чтобы данная линза нагревала трекеры, и они само... Попытаться можно. Самооборудовались. Можно. Нет, такие системы есть. Всякие системы антилета, они уже существуют. Но, во-первых, насколько это будет дорого, непонятно. Во-вторых, насколько хватит батареек. Потому что, например, ночью такая система работать не сможет. Ночью у нас всё поморозило, а с утра нужно всё это оттаивать. На оттаивание нужна энергия. А где её взять? Солнце пока ещё не взошло. А уже надо оттаивать. Естественно, нужно с батареей. С батареей использовать большой ток – это очень плохо, поскольку это будет быстрая смерть для этих батарей. Так что, тут сложно. Ну, да-да. Вот, а так, в принципе, если бы мы могли бы сделать такую солнечную линзу, как в спеллбиндере... Это же охуенно! Так, что нам тут пишут? Я некоторое время своей жизни посвятил солнечным трекерам. Даже сделал свой на Ардуино двухосный. Я буду полезен в Бетардске! Ура! Ну, а какой ты хотел? Одноосный сделать? Если бы ось, точнее дуга солнца в небе не менялась, можно было бы сделать полярку. А так только двухосный-то и получится смастерить. Так, прежде чем выбросить мусор, его надо сначала купить или произвести. Начинай! Именно что. 500 лет назад... 50 лет назад не было никаких полиэтиленовых пакетов и ничего. А нончик, 50 лет назад пакетики были. И их стирали. Ага! Так, слово про умывальник. Пункт про гигиену есть? Нет, кстати. Давайте добавим пунктик про воду. Так, социальные гарантии. Но нам нужно решить с трубопроводом. Доступ к питьевой воде. Вот. Это обязательно. Надо сделать. Кто-нибудь вот сюда даже засунуть. Так, с водопроводом... Ну, смотри. Эртезианская скважина от 100 до 500 тысяч рублей. Плюс к эртезианской скважине в комплект нужен насос. Глубинный насос, если быть точным. Плюс, ну, в принципе, больше ничего не надо. Как ты землю с 300 метров поднимешь, молодой человек? А, ну, хотят... Да. Не, в смысле... В смысле что? Не, я просто пытаюсь поставить это себе в голове. Так, что-то там пишут. А там, а тян, как, куда, туда завлекать? А надо ли туда завлекать тян? Если вот тян захочет, приедет. Вот тут у нас есть одна тян, она вот уже обещает вложить все свои деньги и приехать. Так. Давай, что я обогрев серверами? У меня мой Dual Xeon на 2КМ поднимает температуру на 2-3 градуса. Обогреватель булерьянами. У них охуительный КПД. Ну, типа, это буржуйка в стенке, которой варены трубы, по которым гоняется воздух. Кроме того, он греет, как буржуйка. Он еще и нагревает воздух, проходящий в трубах. У меня в гараже в 20 квадратных метров стоит булерьян для 100 квадратных метров. Мы в минус 20 чуть ли не в трусах сидим, и еще ни разу его до красна не натапливали. И это у нас ворота с щелями и не утеплены пенопластом. Ну, вот это мне, кстати, уже нравится. Это все, ребятки, надо устраиваться где-то в глубокой тайге, чтобы никто не знал. Иначе всех выебут за такое в попу и заставить ссакать кок. Хотя, я думаю, можно официально запилить общину. То есть, совместно приобрести землю, где каждый будет как бы аукционером. Это называется поевой участок. Значит, а чтобы не выебли, у нас есть пунктик юриспруденция, внешние. И вот, смотрите, сколько у нас прикрытий для, собственно говоря, того, чтобы нас в попу не выебали. Можно оформить себя как компания. И, ну, в общем-то говоря, просто выкупить землю от имени компании, ее никто не будет проверять по большей части. Не, ну, земли сельхозназначения проверять все равно будут, что мы там понастроили. Так, что тут нам написали? Я реквестирую эфир на тему жрочек. Суть эфира будет в том, чтобы найти, поделиться лайфхаками в отношении жрочек. Какой минимум нужно съедать в день, чтобы заебить сыро? Блядь, мы целым... Что лучше играть, если чего-то не хватает, где можно наебать систему и так далее? Анончик, этот вопрос не имеет конкретного решения, потому что твой минимум определяют твои расходы. Например, если ты мыслитель, если ты лесорубый, или если ты сыч, который сидит на диване ежедневно с замедленным обменом веществ, то, естественно, вам всем во всех этих трех случаях нужно иметь совершенно разный рацион питания. Вот, если что касается непосредственно каких-то добавок в пищу, опять-таки это зависит точно от тебя. Тебе еще и нужно сделать анализ крови, как минимум. Если у тебя много времени, можешь начать с велосипеда и потом просто хавкать протеины с витаминами. Вот будет нормальный рацион с кашей. Так, свободную экономическую зону можно сделать. Пусть оригают фирмы в Бетарске и платят символические налоги. Надо всего лишь получить свифты, государственные реквизиты. Вообще-то, экономические зоны как раз существуют. Есть, например, та же самая узловая в Туле, где я, собственно, и планирую как бы начать все это. Вот я сегодня хотел позвонить в администрацию Тулы и спросить, что, как порешать вопросики. Но, естественно, я запрокрастинировал на этапе регания нового e-mail. Вот, мне внезапно стало лень, и я так и не порешал вопросики. Вот так вот мы и проебываем наш Бетарск. Вот, а так экономические зоны уже существуют. Они внесены в Росреестр. Начинай, если тебе надо. Можешь зайти на сайт Росреестра и посмотреть все экономические зоны этой страны. Вот, там, кстати, очень дешевая земля, продается по смешным ценам от стоимости по кадастру. Так, а ты играл в Fallout на ведре? Нет, предлагай такую же модель. На поверхности у нас будет НИРОСПРОМЁЖ, который будет предъявлять проверяющим несколько тысяч жизнерадостно ебущихся ежей. И больше ничего. Под землей мы расположим 10 этажей, где будем выращивать грибы, мастерские, наш ламповый люксофт, бараки, методсеки, шлюшечные и так далее. Анончик, начинай! Блять, нахера нам под землей все это делать, если это с тем же успехом можно делать на поверхности? Просто бараки мы будем считать как спецовка для персонала. Медотсеки, так и будут медотсеки. Ламповый люксофт, лаборатория для исследования поведения ежей. Значит, грибная ферма будет экспериментальная лаборатория по выращиванию искусственного корма. Мастерские, подсобные хозяйства. Ну, просто нужно сменить правильную, повесить правильную табличку. Что же касается... Это вы сейчас обсуждаете типико-убежище из Fallout Shelter? Не знаю. Видимо, да. Значит, насчет 10 этажей. Анончик, бурение, штука дорогое. Штука дорогая. Тебе нужно будет спецоборудование для бурения. И если оно у тебя есть, то ты, в принципе, можешь прорыть хоть метро. Но, повторяюсь, такие вещи стоят уже не миллионы рублей, а миллионы долларов. Если они у тебя есть, то я не против. Можем прокопать метро, например, от Тулы до самого Дальнего Востока. Мне не жалко. Метро на 100 человек? Да хоть тысячу, хоть миллион. Кстати, метро может осыпаться. Не забывайте об этом. То, что у нас суглинок в основном в этой стране. И очень суглинок плывун и, возможно, провалы почв. Это нехорошо. Можно было бы, конечно, пытаться забуриться еще ниже, так, метров на 300 в скальную породу. Но это нужно еще более дорогое горнопроходческое оборудование. Ну, может, сначала более близкие перспективы обсудим. Ну, просто в первое лето нужно успеть сделать всю базовую установку для домов, и чтобы выжить следующую зиму. А после этого нужно уже смотреть дальше, как планировать. Ну, это как бы очевидно. Ты что-то конкретное предлагаешь? Ну, что я предлагаю, чтобы летом все сделать, а зимой, ну, просто-напросто зимой разъехаться и проехать обратно летом это делать. Потому что за одно лето, я думаю, что вряд ли мы успеем, особенно без подготовки. Понимаешь, я боюсь, что когда ты на следующую весну приедешь, во-первых, ты будешь очень долго искать это место, особенно если без GPS. Во-вторых, ты можешь внезапно обнаружить, что на твоем месте уже кто-то поселился и обоссал, например, твою скважину за полляма, которую ты поставил. Ну, в принципе, даже в далеких местах, наверное, такое может быть. Не знаю, как-то. Так, нам пишут, погоди, пассивный обогрев. Сохраните тепло, используйте качественные теплоизоляторы в стенах. Само собой, и именно для этого полметра стекловатый и предусмотрено в моей системе. Но тепло откуда-то должно быть. Вот в чем проблема. Тогда нужно построить несколько десятков домов вместе, после чего большинство людей разъедутся, а те, кто смогут остаться зимой, останутся, чтобы наблюдать за всем. Ну, я тоже думаю, этот гигантский дом круговой строить не сразу целиком, заливать 100 метров в диаметре, а так метров 20 хотя бы построить, этого домика по кругу. Фундамент более-менее там побольше залить. И вот метров 20 домика капсульных отелей построить с утеплением, блэкджеком и летней кухней. Тут еще, правда, есть такая проблема, что, возможно, мы построим внутреннюю стену для этого домика, чтобы можно было возвести купола. Вот. Внутри купола мы можем сажать теплицы, мы можем делать все, что угодно. Это такой сорт-офф у нас будет, как называется... Забыл. Забыл название технологии. Блядь. Вот склероз. Надо-то... Сегодня я таблетки для памяти не пил. Ах. Длинный дом, как у викингов. Только нет... Не просто длинный, а еще и круговой, как Apple Campus. Оставляли на зиму строящийся дом, деревенские все спиздили. Да. В общем, нам нужно сделать что-то вроде каркасного дома и на этот каркас натягивать полиэтилен, натягивать какие-то направляющие. Вот. И у нас будет огромная, гигантская теплица даже зимой. Причем можно сделать, попытаться сделать несколько куполов сразу. То есть, основной купол под внутреннюю стену и внутри него еще несколько куполов. Идея тут в том, что... Чтобы было несколько переходов в воздух, не воздух, воздух, не воздух. Таким образом, у нас будет очень качественная теплоизоляция и при этом у нас сохранится доступ солнечного света. У такой системы есть одна большая проблема. Это вентиляция. Вот что делать с вентиляцией, я не знаю. Она пишет, не полиэтилен, а сотовый поликарбонат. Вот тебе и два слоя. Анончик, сотовый поликарбонат денег стоит, а полиэтилен вон у меня 10 метров лежит. Я его купил чуть ли не за 100 рублей. Так. Тушка человека в среднем выделяет 300 ватт тепла в нормальных условиях. Учитывая ебучую плотность капсулы, у вас там сауна будет. Ты еще не забывай, что один квадратный метр солнца это примерно киловатт. Ха! Поэтому вот я все думаю о солнечной линзе, как в Spellbinder. Вот. Между прочим, если поиграться с поликарбонатом, полиэтиленом и фотонным принтером, такую линзу реально запилить, пацаны. Такую линзу абсолютно реально сделать. Ха! А-а-а! Можем цемент поджигать. Все будут сжечь там дерево, дрова, а мы цемент. Потому что мы можем достичь таких температур. Мы можем себе это позволить. А-а-а! Правда, непонятно, как этой линзой управлять. Потому что на пучок даже нельзя смотреть нормально. Потому что он тупо будет себе сетчатку выжигать. Все будут носить специальные очки. Я не знаю, какие именно очки. Мне вот тут на заводе очочи за 2 700 купили для работы с лазером. Но я боюсь, даже они не особенно спасут. А ты видел, как линзами франели от проекционных телеков плавят металл? Ха! Видел! Конечно же видел! Вот, собственно, по этому принципу я и хочу сделать линзу. А-ля спеллбиндер. Линза пластиковый шар с водой. Нет! Пластиковым шаром с водой ты не можешь управлять. Линза пластиковый шар с водой это, блядь, луч смерти. Направленный, во-первых, неуправляемый. Который зависит от... Только от солнечной орбиты. То есть от времени года. Который не только весь твой внутренний огородик, блядь, сожжет нахуй. Он еще и стены тебе сожжет. А я тебе говорю, оно легко разведет огонь в цементе. Оно что угодно подожжет. Если пластиковый шар с водой... Ну, впрочем, пластиковый шар с водой как раз не подожжет. У него площадь маленькая. Маленькая площадь и большой вес. Но проблема в том, что эта хуйня неуправляема. Вот. Поэтому пластиковый шар, ну, блядь. Так, ебать стартап. Только стоп, это же вчерашний стартап Ежатник. Ты что ли запись? Я. На зиму к мамке под юбку. Ну, если мамка еще будет жива к тому моменту. Так, нам дают какую-то ссылку. Что у нас по ссылке? Нам говорят, что там какое-то говно. Вот. Так. А зачем именно строить эмитерцик где-то в ебенях? Мы уже поняли, что без супермаркета ты жить не можешь. Вот. А нам нужно... Да нет, может просто выгоднее подстроиться под город и устроить какую-то коммуну, секту. Ты посмотри, стоимость около города. Сраная сотка иногда стоит чуть ли не под 100 тысяч. Да, если у тебя есть столько денег, пожалуйста. К тому же с городом придет куча проблем, больше инспекций, люди, которых ты не хочешь иметь около себя. Ну, это на самом деле уже вторичный вопрос с инспекциями и прочим. Главный вопрос земли. Вот. Потому что городская земля стоит то я ебу. Ты бы еще предложил около Кремля отстроиться. Не, я не против. Но если у тебя есть такие деньги, то давай начнем. На площади Кремля отстроится. Так, в баллонах ОД Кваланга ходить, чтобы проблемы с вентиляцией не было. А кислород где брать? А я захотел рыбаться этими заменителями еды, типа этих ваших сойлендов. Правда, что-то приходит понимание, что я слишком нищеброд для такого. Вот именно, за деньги этих самых сойлендов, ты можешь питаться нормальным мясом, ты можешь питаться сбалансированной пищей. И все эти сойленды, как таковые, нахер, ну, по крайней мере, по такой цене не нужны. Так, у нас пока что есть, вот я расписал за сегодня социальные гарантии. Что мы предлагаем людям? Людям. Значит, что мы еще можем предложить? Значит, так. Значит, не предложить. Социальные гарантии. Что же мы еще можем сделать? Предоставить. Что мы можем предоставить человеку? Ну, есть социальные гарантии вроде того, что если у тебя дом сгорит и земля покроется солью, то тебе, в принципе, выйдут новую землю или, ну, помогут. Во-первых, твоя земля не может сгореть, потому что у тебя нету земли. Твое жилье у тебя и так бесплатное. А, то бишь, ну, хотя, да, в смысле, это имеет смысл. А что насчет госпиталей? Бесплатное базовое медицинское обслуживание. Это у нас тоже есть. Базовое медицинское обслуживание. Первая помощь, что бишь, перевязать там, если ты сломал руку, ногу. Давайте опишем. Перевязать руку, ногу. Что мы еще можем предложить? Обучение. Обучение уже есть. Бесплатное обучение медициной. Те же самые станки. Индустрия вообще. У нас есть, во-первых, Hackspace Workshop. Вот он у нас есть. Он достаточно такой продвинутый. Кроме того, у нас есть производство. У нас есть расходные материалы. Вот у нас есть электроэнергия, что мы будем. И... Так, у нас есть постройки. Так, постройки, безопасность, высокотехнологичное оборудование. Так, а где у нас производство? Так, у нас где-то было производство. Я уже его не найду никак. Ну, где-то здесь есть. У нас тут есть определение рабочих мест. Что у нас имеется? У нас... А, гарантированная работа будет? Да. Для чего, по-твоему, блядь, Hackspace нужен? Ну, не только. Там есть еще сектор обслуживания, допустим. Но к тому же еще приходит гарантированная еда, пища. И для этого... Нет, смотри. То, что мы гарантируем, это гарантируется... Тем, что создается минимальный... Создается только то, что мы можем дать по минимуму. Что для нас не является чем-то критическим. Мы можем вполне выдать трусы чистые. Мы вполне можем выдать белый халатик. Мы вполне можем кормить ежедневно гороховым супом. Все. Больше ничего мы не даем. Вот сфера обслуживания, это уже начинает... Сложности начинаются. Вдруг кто-то не захочет, ну, например, говно чистить. Еще раз. В каждой комнате стоит биотуалет с говном. Вот. Его надо бы чистить. Где нам найти работников? Возможно, кто-то не захочет работать. И что тогда? Ну, можно делать службы... Службы чего? Службы социального обслуживания. Где люди, которые могут это делать, будут призываться и брать очереди чистить туалет. Ну, если так, а что, давай сделаем... Так, у нас... А обитательская армия будет еще у нас? Нет. Так, у нас будет... Так. Значит, с... Так, курса соционики надо принести еще и в социальные гарантии. У нас будет лазер смерти. Само собой. Так, значит, с... Так, давайте... Социум. Значит, со социума... Добавим... Социальные учреждения. Сделаем такую вещь, как... Биржа труда. В основном электронная. А полиция будет? Да. Вот. Значит, со... Биржа труда... Записаться на очередь... Быть... Хлебопеком. Значит, со поваром... Чистить говно. Если тебе это вдруг хочется... Записать... Значит, со... Нет, так. Да, зачистить чужое говно, точно. Чистить чужое говно. Предоставить запрос на людей. Публикация своего проекта. Даже не так. Предоставить запрос на людей. Публикация своего проекта. Требования к людям. Сроки проекта. Предоставляемые бонусы. Так... Ну, как-то вот так. Я все правильно сделал? Погоди, тогда от каждого требуется проект, который он завершит. Причем он может выбрать проект. Нет, требовать мы ничего ни от кого не будем. Ну, тогда никто не будет чистить туалеты. Ну, вот поэтому я проектирую систему так, чтобы можно было не чистить туалеты. Ну, так все-таки... А тогда что на счет проектов? Ты просто это как-то все промемлил. Я не совсем. Вот смотри. Приезжаешь ты в Бетарск. Заселяешься. Все хорошо у тебя. И ты можешь, например, с утра до вечера сидеть в своей... В своей комнате, в своей капсулке. Нихера не делать и морально разлагаться. Вот. Можешь жрать гороховый суп. Все. Больше от тебя как бы не требуется. Если не хочешь жрать гороховый суп, ну, ладно, не жри. Квартплаты нет. Жилье бесплатное. Жратва бесплатная. Вот. Предполагается, что... День полежишь, два полежишь. Где-то через неделю ты так скажешь... Ля, пацаны, я заебался. Чего у вас тут интересного? Вот. И тут ты видишь, что все развлекаются как умеют. Кто вилами огород копает, кто граблями граблит. Вот. Кто управляет лучами смерти. Кто выпиливает на ЧПУ какую-то супервундервафлю. Ну, как-то так. Понимаешь? Ну, да. Но туалет-то никто не чистит. Значит, туалет не нужно никому чистить. Если какой-то... Да. Так это будет не туалет, а пиздец. Просто-напросто. Даже если... Нет. Просто у тебя в комнате будет вонять. В твоей личной комнате. Если тебе это надоест... Что значит общественных? Нет. Смотри. Если... Нет. Туалет будет у каждого свой. Биосортир. Вот. И если тебе это внезапно не понравится, у тебя есть два варианта. Ты можешь встать, взять сортир, взять его в руки, дойти до компостной кучи, перевернуть, помыть и принести себе сортир в комнату обратно. Как-то так. Ну, это понятно. Это свои сортиры. Все сами должны чистить. Но что насчет сортиров в столовой? В столовой сортиров нет. Точка. Тогда... Ну, а допустим... Ну, тогда придется... Ну, и допустим, у тебя, блин, дом в конце, в одном крае, а... Чувак, тебе не повезло. Впрочем... Впрочем, дом у нас будет один. Как я уже сказал, как Apple Campus. Ну, ну да, но... Даже так. Вообще, в этом плане мне вспоминается Жак Фреско со своей идеей круглого города. Тогда будет система быстрого транспорта, а то... Ну, блин... Какой, блядь, быстрый транспорт? Внутри кольца... Кольцо диаметром 100 метров. Какой, блядь, тебе нужен транспорт, чтобы внутри него передвигаться? Ебаный ты нахуй. Ну, больше 100 метров, если 100 человек живут. Вот. Нет. Смотри. Кольцо диаметр... Диаметр 100 метров. Радиус это 2 пи р. Площадь это... Ну, это еще больше. Слово плакат повесим. Хочешь срать, неси домой. Именно так. Ну, или снимай штаны и сри прямо на компостную кучу, если так хочется. Ну, ладно. Что насчет не сортиров, а выдавать еду. Ну, работать в столовой. Еще раз. Вот у нас есть биржа труда. Ты записываешься на очередь быть поваром. И ты являешься поваром. Давай запишем. Раздавать еду в столовой. Окей. Записали. Вот еще одна профессия. А, и за это... Да, и за это и зарплату. Ну, да, тогда иметь. Да. Фуникулер внутри кольца. Очевидно. Ну, если только ты оплатишь его. А под березу можно? Можно. Так. Нам тут пишут. По поводу станка. Ты сказал, что если я привожу сток, то я за ним и слежу. А пользуются все. Говно какое-то. Ставлю вопрос ребром. Витальц без коммунизма? Это возможно? Анончик. Коммунизм... Коммунизм. Ну, наверное, нет. Прекрасная идея. Нет. Нет. Почему? Коммунизм это великолепная идея. Но коммунизм имеет такой фатальный недостаток, который несовместим с жизнью. У коммунизма нету обратной связи. Кстати, в нашем Бетерцке тоже нету нихуя обратной связи. Если что. Так что мы реально строим коммунизм со всеми его недостатками. Главный недостаток коммунизма, повторюсь, это отсутствие фидбэка. Фидбэк. В смысле? Отбратная связь. То бишь, при коммунизме предполагалось, что есть некий глава, который лучше других знает, как нам прийти в светлое будущее. Точнее, даже не так. Это при социализме. При коммунизме голова вот как бы сам уходит на покой и говорит, что ну вот теперь у нас все заебись, все хорошо, все прекрасно. Вот. Значит, при социализме нужно было сначала как бы руководить, чтобы всем было ясно, что делать. Вот. Ну и все делали, как умели. Без обратной связи. Так что анончик, наверное, без коммунизма не получится. Не знаю. Я не знаю, как сделать лучше. Вот. Вот. Quality control. Так. Что тут нам еще пишут? Тащим-то в Пресвятой Америке. Солин стоит полтора-два бакса. Там это, в принципе, можно себе позволить даже полностью жить на нем. А вот у нас с этим уже сложнее. Например, лучший найденный аналог от Nestle стоит в районе 360 гривен или примерно 800 рублей. За банку, которой, грубо говоря, хватает на день. Ну, два. А если жрать только ее. А еще... Есть еще отечественные аналоги Сойленда. Ну, там от одной тысячи и выше за пачку. А пачки хватает на пять порций еды. В общей сумме, ну, примерно на 2200 калорий. Блядь, за такие деньги проще свининой питаться с утра до вечера. Свининой, говядиной и бананами. Нет, не бананами, а ананасами. А как бы относиться к тому, чтобы у каждого была своя такая отдельная помещение, и туда занесили все необходимые люди? Ну, у каждого и так будет свое помещение, ты чем слушаешь? Ну, я к тому, чтобы свести на минимум куб деятельности, где все должны в группе кучковаться и что-то делать. Скажем так, вот ты пришел в коммуну, нихуя не делаешь, живешь на халяву. Мне тебе еще и супчик приносить? Может быть, еще за тобой говно убирать? Нет, говно убирать можно само. Говно должно само убираться. Так, хорошо. А супчик мне тоже тебе должен сам в рот залетать? Нет. Желательно по фидбэку, то есть у каждого есть рекомендации. Или он тебе рекомендации либо с ними соглашается, либо нет. То есть предлагаешь, что ты ему сегодня поесть супчик. А он тебе говорит, я хочу там не супчик, а пюрешку. И ты несешь ему пюрешку. Мне совершенно похуй, хочет он пюрешку или не хочет. Начнем с этого. Будет возможность самостоятельно готовить себе еду. Не просто готовить, но и выращивать. И вообще делать можно все что угодно. Вот. Но я не очень понимаю, нахуй я буду тратить свои ресурсы на какого-то другого пидораса. Ну, это чтобы все... Это для всех, чтобы все были счастливы. Мне на всех тащим-то наплевать. Начнем с этого. Ты поэтому хочешь сделать коммуну в духе коммунизма? Ай, ёбаный ты нахуй, ты где был? Мы тут почти четыре часа. Ты где был, ёбаный ты нахуй? Ну, я слушаю так сквозь. Ну, ты иди туда, слушай дальше. Извините. Так, в Битарске должен быть анонс Мафыны, чтобы есть в город за хуйнёй. Какая тебе хуйня нужна? Вот скажи мне, что конкретно ты хочешь закупать? Потому что, по большей части, у нас как бы всё своё, всё автономное. Так, животноводство, да, животноводство мы добавили. Создать точку выдачи Алиэкспресс? Ну, если ты это будешь оплачивать, почему нет? Ардуинки, всякие, это надо, да, это будет, это обязательно. Так, ну, давай склепаем мне компьютер в деревне. Эксперт по технологиям. Компуктер ты привезёшь сам, причём с низким энергопотреблением. Какую-нибудь малинку, какой-нибудь говноатом, вот это вот всё. Кстати, я вот думаю, розетки делать в домах 5-вольтовые. Если вы понимаете, о чём я. В форме USB-разъёма. Как вам такая затея? На освещение таких розеток хватит. На подзарядку телефона планшета тоже. А больше-то вам нахуй. Ну, в принципе, можно переоборотить. Что? Что насчёт кипятить? Ну, в общем-то говоря, кипяток иметь, кипятить воду. Кипяток ты имеешь на кухне. На общей кухне, что ли? Да. Ну, или можешь развести костёр поблизости, если тебе так хочется. Тогда можно всё сжечь. Начинай. У нас пожарная часть запланирована. А-а-а. Пожарным будут тоже физическим. Что-что? У всех будет. Что у всех будет? Ну, раз нужны пожарные, то нужны... Хотя... Не, ну, в принципе... У меня вопрос насчёт физической подготовки. Это... У нас будет, как бы, общепринятая физра? Или... Физическая подготовка у тебя будет с утра до вечера, когда ты будешь грядки обрабатывать. А, ну... Ну, ладно. Да, педальные генераторы будут. Значит, для планшет электронных книг... Да-да-да. Так, собственно, для этого и нужно. Потому что всё обучение будет именно через электронные книги, планшеты, телефоны. Так. Собственно, давайте условия. Тут как-то... Значится условия. Я вот всё хочу, когда-то въебаешься условия приёма. Так. Так. Значится так. Кого мы хотим видеть? Кого мы хотим видеть? Кого мы не хотим? Людей, не знакомых с компьютерной техникой. Не имеющих своего планшета, телефона. Потому что жить в Битерске моём без планшета или телефона ты банально не сможешь. А можно себе там Nokia купить? Что? И это будет доста... Если я себе там Nokia куплю, этого будет достаточно. Ну... В принципе, если твоя Nokia будет смотреть видасики, почему нет? Ой. Если ты сможешь заходить на локальные ресурсы веб, пожалуйста. Да, да хоть с Малины сиди, хоть с Ардуино, мне насрать. Ну... Ну ладно. А вот если ты не сможешь заходить на локальные ресурсы, но тебе же хуже вот всю жизнь грядки копать а что значит ты даже грядки копать не смог у тебя к кому какой-то специальный план нет потому что чтобы копать грядку тебе нужно себе определить что имя ты будешь где ты будешь для этого тебе нужен телефон но и без телефона можно все грядки где тот кто тебя будет записывать начнем с этого а у тебя все по электронному будет вестись понятно кто тебе жертву будет выделять кто тебе будет учитывать но надо понятно я думал те книги будут никаких книг никаких лекториев никаких лекторов вот поэтому без телефона без планшета можешь можешь не приезжать а каворкинг у нас есть хакспейс давайте мы его что переименуем вот хакспейс воркшоп каворкинг вот собственно в центре программирования сразу есть проект системы электронного управления городом приложение под мобильный телефон для управления всем городом для всех жителей потому что иначе ты просто ничего не сможешь это будет вестись на андроиде да мой айфон 25 ну что-то там сработает может быть так что тут нам написали так почтовое отделение тоже надо есть ближайшую деревню тут у нас собственно уже почтовое отделение отделение фидекса уже добавили так а как же связь с внешним миром нужна парковка дорога до ближайшей дороги автобус чтобы возить группу людей до ближайшего города блять в мы делаем битацк или как какой-то и развлекательный центр блять что насчет запахов так погодите значит за понимаете если есть инфраструктура то это удорожает кадастровую стоимость вы не понимаете что вы хотите вас оттуда потом просто пидорнут нахуй и скажут спасибо ребят за инфраструктуру так так спутниковая антенна плюс вайфай бластер от creosan для пиздинга вайфай из ближайшей деревни за 100 километров спутниковая антенна плюс 3g бластер от creosan для мобилочек все это у нас предполагается вот и спутниковая антенна для двунаправленного интернета это связь с внешним миром так 5 вольт в розетке то есть чтобы запитать лампочку на 40 ватт нужен ток в 8 ампер то есть проводка в домах будет течением с хобот слона что ли вот не знаю анончики не знаю ты предлагаешь ставить понижающий трансформатор в каждую сочевальню просто тут идея в том чтобы 5 вольтовое питание обеспечить всем чтобы заряжать мобилочки чтобы заряжать мобилочки непосредственно у каждого в своей сочевальне и ни на какой не зарядной станции но при этом чтобы много энергии не тратилась чтобы можно было не лампочки запитывать а именно телефонные планшеты читалки и так далее напиши что не нужны хипстеры если этого нет так почему не нужны хипстеры они деньги будут платить вот так каворкинг есть велодорожка есть барбершопа нет так давайте добавим а что насчет локальных бизнесов пожалуйста так мы сейчас как раз ты и запилим так локальные бизнесы тоже получается инвест инвест проект даже локальные бизнес то в экономику кажется засовывать экономика внутреннее производство своя валюта введение локального бизнеса можно открыть свой барбершоп вот ахм насчет пивоварни в этой стране алкоголь очень сильно регулируется если ты заикнешься что у тебя есть пивоварня я думаю тебя выебут сразу без суда и следствия вот какой автобус для наших внешних связей хватит девятоса вот именно по российским законам или по твоим рашкинским тебя выебут я то в принципе против алкашей но я не имею права навязывать свою волю если я буду навязывать свою волю то что водка это я я нарушу свои собственные законы а что насчет по тихонькому а не пивоварню а просто самогонку кстати это хороший вопрос если ты по тихонькому то хуй с тобой если ты по тихонькому ну знаешь как в анекдоте значится муж мужик решил по тихому вот нажраться сухой закон нельзя как бы вот палево значится решил так все беспалево буду пить под одеялом вот значит никто не узнает вот берет стакан берет пузырь поддеяло вот жена такая ладно странно конечно ладно вот до следующий день во дворе все показывают пальцем на работе все показывают пальцем вызывают начальник ну что ж вы вот у нас борьба с пьянством а вы что творите как-то как можно там друзья руку не подают идет по улице все от него отворачивается как так но думает кто кто заложил жена жена тварь только жена сука знала блять ты тварь сука ёбаная что ж ты наделала зачем ты всем рассказала кроме ж тебя никто не знал я ж пил под одеялом пил то ты под одеялом орал на балконе вот поэтому если ты сможешь по-тихому ну что называется хуй с тобой вот но сумеешь ли ты так это еще один пунктик кого мы не хотим видеть алкоголиков пьяных людей если человек алкоголик но он завязал в чем проблема не бывших активных алкоголиков вот агрессивных пьяных не агрессивных тоже скажем так я даже так скажу пьяных людей в общественных местах на рабочем месте докапывающихся до других вот так вот вот пишет нам пьяный человек может быть веселым но мне на его веселость честно говоря насрать вот напишу да ты охуел насчет бухла только ты против да пускай но вот у меня сухой закон будет если что напишет насрать так ты тоже выпей нет я не пью по другим причинам а мы там откроем барбершоп и каворкинги сконвертируем в каворкинги старые заброшенные свинарники в случае оккупации заброшенной деревни будем грести с них бабки за экопоселение спортзалы без но какие блять спортзалы алё тебе поле возделывать мало тебе дров дрова толскать мало но есть специальные занятия которые идут на специальные части тела есть специальные вёдра есть специальные бревна есть специальные упражнения в поле если я хочу научить каратэ что ты хочешь я не понял что ты хочешь каратэ у нас есть обучение самообороне а а а а а а а так а а нужен бизнес не все так и самогонка невкусная но это еще вариант для продажи в окрестные деревни Деревни, бизнес, Анончик, в этой стране это очень такой рискованный бизнес. Так, покажите рубрику, кого мы не хотим видеть, Плес, пожалуйста, кого мы не хотим видеть. Так, значит не можешь по-тихому, те, кому ты мешаешь, имеют право устроить тебе пиздюльню. Кстати, да. Очень, очень, очень согласен с этим тезисом. Так, по-тихому, так, по закону для собственного потребления один самогонный аппарат на семью разрешен. Продавать, естественно, нельзя. Это я знаю. Так. Вот пишут, не только, вот видите, уже есть еще противники бухла. Тебя когда-то отпиздили на пьянке, и теперь все должны страдать. Нет, Анончик, меня не отпиздили на пьянке. Я сам участвовал на пьянке, и, собственно, поэтому я больше не пью. Вот если бы я не участвовал на пьянках, то я, возможно, бы считал, что вот надо бы начать бухать. Нет, я сейчас не пью именно потому, что раньше участвовал на пьянках. Но я не люблю именно пьяных людей, потому что с ними нельзя коммуницировать. Лично для меня пьяные люди, они, ну, сломаны. У них, считай, сломана психика. Я бы их, конечно, хотел бы сравнить с животными. Например, корове, говоришь, нельзя, а она не понимает. Пьяному человеку, говоришь, нельзя, он тоже не понимает. Вот, корову можно как-то там за рога отвезти в стойло. Алкаша примерно так же можно вот как-то за рогу оттащить куда надо. В этом плане я пьяных людей не отделяю от животных. Потому что даже если они не проявляют агрессии, даже если они там где-то вот скромненько лежат на сеновале, мне все равно это крайне не нравится. Если уж у тебя там депрессия, у тебя стресс, у тебя там какая-то проблема, и тебе вот, ну, жизненно важно нажраться, слушай, нажрись у себя. Я не против. Главное, не надо орать на балконе. Не надо доебываться. У тебя появились под градусом гениальные мысли? Окей, достаешь свой планшет и пишешь все в письменной форме. Отправляешь мне в письменной форме. Только не прибегаешь ко мне, не начинаешь целовать мне и говорить, слушай, у меня гениальная идея. Вообще, вообще улет полный. Это гениально. Вообще крутяк. Слушай. И так руками, руками за лицо. Вообще нереально. И так перегаром на меня. Вот этого не надо. По-моему, это вполне себе адекватное описание. Меня вообще слышно или нет? Да. А что насчет наркотического употребления? Оно строго запрещено. Получается? Ну, смотри. Я против того, чтобы быть пьяным. Как именно ты ужираешься, мне, в принципе, насрать. Еще раз. Я пьяных людей, вот за людей особенно не считаю. Что касается наркотического, ну, извини, это запрещено. В этой стране это запрещено, очевидно. А, ну, ладно. Собственно, основная причина, почему все это запрещается, потому что человек перестает себя контролировать. И начинаются какие-то сложности. Вот напишет, а я не пью, потому что алкоголь это не выход. Ну, иногда алкоголь все-таки выход. Иногда. Вот. Но зачастую, во-первых, его надо уметь употреблять. Во-вторых, во-вторых, ну, как сказать, есть другие способы решения проблем. Вот там написали, это не выход, это вход, да. Это вход. Концлагеря для нарушителей будут, да, тут у нас уже предусмотрен дом боли. Вот. С домом боли, кстати, непонятно, что делать. Он хоть и предусмотрен, но кого туда отсылать, не очень понятно. Потому что пока что в дом боли могут отсылаться люди с какими-то припадками. Например, те же пьяные люди, дебоширы. Вот. Его туда погруют, он начинает бегать, прыгать, у него там белочка. Вот. Его запереть можно или в каком-нибудь свинарнике, или вот в доме боли. Вот. Ну. Кого туда еще ссылать, я не знаю. Вообще, вот, дом боли, это пыточное, что ли? Ну. ВДСМ, где-то дом боли обозначен. Давай-ка. Значит, садоильные, значит, садострелы, зеленая зона. Так. Кстати, вот тут нам нужно... У нас тут и факт машины, и настольный теннис предусмотрены. Комната дождя. Значит, садо капсулы для караоке. Вот. Значит, а где же у нас дом боли-то? Ага, где-то здесь она раз... Так, стоп. Канализация высокотехнологичная. Вот. Дом боли, карцер. Вот. Внутренний вход через дырку с зелеными сценами протек... Внутренний карцер и вход через дырку с зелеными стенами и с протекающими трубами. Вот. для тех, кто не умеет себя контролировать. Психические припадки. Алкогольное пьянение. Что это еще может быть? Может, тогда это просто назвать тюрьмой? Карцер, карцер. Просто карцер. Вот. Так. Значит, наркотическое пьянение запрещено, потому что прямая невыгода конкуренции табачным и алкогольным компаниям. Ты знаешь, вот с табаком это вот самая большая проблема. Я, кстати, не знаю, что делать. С одной стороны, вот лично мое мнение, я бы запретил и алкоголь, и табак, и вообще вот все, что может тебя как-то сделать ненормальным. Вот. Но мы прекрасно помним, чем закончил Михаил Сергеевич. Мы все прекрасно знаем, чем заканчиваются различные антитабачные как бы законы. Ну, в общем, как-то так. Вот. Что тут делать? Выпить же? Вот. Я еще раз говорю, я крайне против и алкоголя, и крайне против курения. Но специально для вас тогда может перейдем к законам? Погодите. Курительная вейпельная. И ее я куда-нибудь поближе к коптильне. Почему? Потому что чтобы она была подальше. Она даже будет не в зеленой зоне нашей. У нас есть ароматические лампы, велосипедные дорожки, лавочки, маленькие лесопарки. А вот курительная, вейпельная, смотрите, я хотел бы еще раз запретить все это нахуй. Но народу надо. Тем более табак никотин считают ноотропом. Ребята, ну если вы не можете, если вам надо обязательно, вот там есть специальная комнатка, туда пиздуйте. Даже возможно сделать несколько штук по всему витар с витар с потому что лучше, чтобы курильщики вот срали, что называется, на своем месте. Так, ну и конечно нельзя быть предвлиянием в ответственный момент, как-то вождение автомобиля или работа с различными машинами. Нехуй. А у нас все время будут ответственные моменты. У нас же работа будет непочатый край. Можно палачом устроиться в дом боли? Можно совместить дом боли и доильню? Доильню с домом боли устроить можно? Совместить? Даже наверное с киностудии можно это все совместить? А вот палачом извини, нам трупы как-то не особенно нужны. Тут конечно есть шутки про мукомольную, но если говорить серьезно, то это очень сложно. так а я бухаю потому что мне нравится быть пьяным это приятно и весело машина нужна обязательно соль спички и топливо купить все это вот анончик спички и соль ты можешь купить в мешках соль продается в мешках по 25 или 50 килограмм тебе ее хватит на год спички так же так можно сделать отдельный дом деградации охраняемый пока не протрезвел обратно не вышел анончик это большая трата ресурсов хотя хотя блин это лучше вообще в выселке отправить так где у нас выселки там вот напишет никотин который в секретах это гроши я кстати не знаю какой есть заказательный статус для выращивания табака вот и можно ли производить официальные сигареты в этой стране вот этого я не знаю так алкоголь запретить таки стоило бы потому что алкоголь это тяжелый наркотик на одном уровне с героином так и табак как табак соответственно оба тяжелые наркотики с крайне хуевыми последствиями но быт он нравится да и жизнь сокращает хорошо это самая страшная пристрашенная рэкспидозда ой так ты кредит взял в банке снял на xiaomi нет я сегодня должен был связаться с чуваком у которого есть бизнес план но я все запрокрастинировал трупы не нужны да трупы не нужны свиней кормить пока еще не знаю чем я не свиновод вот у нас кстати где у нас соцгарантии животноводства есть у нас есть так что делать если петурт умрет куда его одевать хороший вопрос я не знаю погребальни не так уж трудно что что устроить погребальни ну погребали то сделать несложно и закопать и сжечь и мумию сделать из него можно другое дело что это несет сложные законодательные последствия нам как минимум нужно зафиксировать смерть его плюс надо сделать так чтобы эту смерть ни на кого из нас не повесили вот нам пишут так же мукомольная да трупы можно еще в мукомольную или на шашлыки как нам пишут будет безотходное поселение кладбище надо вот я кстати против кладбища вот всячески против кладбища потому что во первых кладбище это загрязнение грунтовых вод в первую очередь вы же сутки на артезианскую скважину скорее всего не сможете сброситься вам придется рыть сраный колодец 10 метровый 7-10 метров это грунтовые воды и все говно включая кладбище которое будет рядом вот все это попадет в воду вот все это ну не норм детский сад будет будет а то вдруг канончики тиночек приведут начнут плодиться я вообще кстати не шутка я все хочу пойти к одной мадам и проконсультироваться как бы мне открыть цыганский детский сад это вполне легальный доход для нашего бетарцка на это и будем жить всем бетарцком в какой программе ты все это делаешь это x-mine 6 x-mine 6 третьей версии по-моему да 3-5-3 так а в чем смысл огораживать вейперов где-то по загончиков если от вейпа нет вреда окружающим как бы даже вражки парить нигде не запрещено хотя табачной компании вейперов щебет даже больше чем растаманов даже если вейпер тебе в лицо будет парить тебя никуя от этого не будет анончик я лично с вейперами не встречался я не знаю кто таки собственно как это все происходит как они парят чего они делают но я тебе скажу по опыту с курильщиками у курильщиков очень сильно притупляются рецепторы у курильщиков очень сильно притупляется обоняние курильщики не слышат не понимают собственно что с ними происходит и в случае с курильщиками в случае с курильщиками можно видеть такие вещи ну купи там антитабак мы вот в палате попшикаем и вот картина тебе масло тут реально я лежал в больнице с двумя курильщиками две твари вот значит вот они накурились в палате меня конечно особенно не спрашивают вот и купили они такую вещь как антитабак аэрозоль баллончик вот я до сих пор помню разговор по телефону купим аэрозоль антитабак не апельсиновый не клубничный а антитабак он уничтожает запах не борется а уничтожает вот вот и вот они два пидораса накурились в палате и начали пш-пш-пш 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 такие знаете как дети с такими глазками вау мы наебали систему не пахнет вообще круто не пахнет супер я не курильщик И я чувствую и запах табака, и запах этих химикалий. Приходит медсестра, значит, в палату, и смотрит на них взглядом, ну что вы, уроды, делаете? Они такие, а что мы, 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 мы беспалево, мы беспалево, мы беспалево, беспалево. Медсестра на них так смотрит, ну да, с вами, блядь, понятно все. Так вот, я не знаю, как с вейперами, возможно, им примерно так же не пахнет. Ну это мое такое предположение. Не, вейп куда легче работает, и в принципе не пахнет. Потому что я жил у одного вейпера один раз, и в принципе это, ну, Ну, ну это, в общем-то, вода с, ну, с усластителями, кажется. Знаешь, вот я лично астматик. Мне дышать вот этой всякой хуйней как-то не особенно хочется. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну, приди ты в выпильную, вот, сделай там пар, дым, чтобы вот топор можно было вешать. Обкурись, вот, вот по полной программе. Но другим не мешай. Тут, кстати, еще одна есть проблема. У нас ЖКХ. Я не знаю, как вот вообще, в принципе, в последнее время это как-то, в общем-то, сменилось. У нас ЖКХ. Работники ЖКХ. Их в последнее время что-то стало дохуя. И вот идут эти работнички просто по улице. Вот эти вот оранжевые такие жилеты. Вот. И вот эти пидорасы вот прошли, они уже там метрах в пятидесяти. За ними идет такое амбре, что... Вот накурятся. Потому что вот некоторые курильщики, вот, они знают, что там в общественных местах курить нельзя, там в больницах курить нельзя, там и сям курить нельзя. И вот они накуриваются до такой степени, что у них одежда пахнет таким количеством дыма, что это просто невозможно с ними рядом находиться. И вот знаете, как вот мамки там ругают за то, что сыночка накурился. Вот. И сыночка такой фу-фу-фу-фу-фу-фу насасывается перед домом. Вот. И вот сыночке самому или вот этим курильщикам, им не пахнет это. Блядь, мне вот тут человек уже в 50 метров прошел от меня. А у меня все еще пахнет. У меня все еще воняет. Вот. Жизнь на меня в детстве табачным дымом. Что, выебали? Все говорили, не куришь ли ты мелкий шкет? Да. Два чую. Курильщики хуже алкаши. От них, говорю, да, гораздо больше. Причем, что самое интересное, у алкаша еще хотя бы стыд есть. У курильщиков, ну, стыда нет. Они не понимают, что это воняет. Так. Давайте уже закругляться. Так. Вейперы не нужны. Вейперы раздражают нормальных людей своей хуйней. Так. Вейперы хуже пидорасов. Их вонючий дым более едкий, чем табачный. Так. Цыганский, если сатымха не получится, цыгане вряд ли откажутся от получения бабла. Так. Ты что, вейперов на улице не видел? Нет, не видел. Я, собственно, не часто на улицу выхожу. Так. Два чую за курильщиков и за рецепторы. Когда привыкаешь, даже не замечаешь. Вейперы, сука, неприятные. Хули вредно, безвредно. Вейперы, как долбоебы с блютуз-колонками. Типа, вреда типа нет, но раздражают, сука. Алса, это их хлюпанье пер, больше похоже на дико смиркающихся рядом с тобой. Хуль приятно вам. Гнончик, вот смотри. Если запретить вейперов, ну, они могут быть неприятны, непонятно, что делать с другими людьми, которые неприятны. Например, с теми, кто пьет кофе постоянно. Ну, представь, что вейп это такое кофе. Такое кофе. Вот. Ну, тогда в двух словах. Вейп это как лайтовое курение. Вреда в четыре раза меньше. Просто дыма пара больше, но он не воняет, а пахнет хорошо. В зависимости, чем вейпер заправляется. Смотри. Я астматик. Все, что тебе пахнет хорошо, у меня может вызвать приступ. Понимаешь? Напомнил, как устанавливал в палатке отпугу елку комаров китайскую, кажется, которая оказалась приманкой. Все комары были наши. Это ёбаный пропеллингликоль. От него дышать тяжело, плюс у сластителей ёбаные очень приторные. Я сам вейпер иногда. По факту, выдыхаешь водяной пары, больше вреда с него нет. Что может быть неприятного, это вкусовые добавки. Ну, может, ну, будет у тебя в палате легкий запах дыни и клубники. В принципе, с моей точки зрения, можно курить в коридоре. Но чтобы была приоткрытая форточка. Но вариантов с прокуренным помещением в классическом смысле добиться практически невозможно. Смотри. Если ты где-то там куришь, паришь, и никто не палит тебя. Блядь. Да хотя бы курись. Хоть в жопу и кури. Мне насрать. Вейп не пахнет. Не слушай его. Ароматизаторы эти впитываются в ткани. Так что шторы, мебель, вещи будут вонять этим говном. X-Mind на Windows идёт? Да. Что-то не пойму. Платно это что ли с регистрацией? Это шаровар у меня. По-моему, бесплатная версия. Но да, это платная вещь. Если тебе хочется абсолютно бесплатного, используй FreeMind. По функциональности то же самое, только чуть меньше красивостей. Так, эти химические добавки в жиже воняют и вызывают у души сильнее, чем сишки. Запах на бокам мне гораздо приятнее, чем пердёж этих вейперов. Вейп воняет только если парит совсем какую-то лютую химию. Ни один уважающий себя человек таким себя гробить не будет. Ну, уважающий, опять-таки, в этом проблема. В нормальных вейперов только аромат чего-то вкусного или приятного и развеют спустя две минуты. Вот проблема с нормальными людьми. Вот посмотрите на нашу конференцию. Представьте, что все эти люди ко мне понаехали в Митарцк. И мне с ними жить, бок о бок, и забанить никого нельзя. Суки, блядь, там не вода, а пропиленгликоль. В помещении наседает на сценах, от которых будет вонять, и они будут липкие. Вот такие раздражающие вроде народа с громкой музыкой должны быть отделены. А пусть варятся в собственном говне, но где-то там. Никаких лишений свобод, никакого раздражения людей. Астматикам вейп нельзя, это да, вообще нельзя. Но нельзя употреблять самому, а на стороне, кстати, вообще никак тебе нихуя не сделает. Ещё раз, мне, как астматику, любой резкий запах, это уже не очень. Какая-то проблить в автобусе, надушилась духами, а я вот на стену лезу. Какой хуя Максмайн лучше скачать себе где? Скачать на официальном сайте, бери бесплатный. Этот аромат как освежители в нос приснуть. Этих двух минут более чем достаточно, если ёбок выдыхает прямо тебе в нос. Да, кстати, это освежители, и мне к астматику тоже хуёво. Запах такой, что обои отклеиваются. Выпиздну поджопниками в первую очередь. Так, лично не вейпер, а посторонние запахи нахуй не нужны. Особенно левый и приторный, я почитаю свежий воздух. Кого-то в чатике изнасиловали вейперы. Столько боли о какой-то страшной воде, каких-то химикатах. Вы, случайно, на химический завод не ходили в детстве? А я скажу так. На сегодня это всё. Радио Донимус мы доставляем. Радио Донимус. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...